когда обещанный видос про черную таблетку я думаю скоро зачем вам это все вы готовы бабки на это тратить вот именно а тренинги по 100 тысяч рублей блять психологический пикап тренинги они же огромные бабки стоят это все же не дешево ни один и не два рубля стоят а люди в ебают деньги блять в эти тренинги но зачем спрашивать не чувак бассажер ником вариант искать баб в этой вазе это это не только я говорю это говорят многие всякие мдш некий всякие там мисп и прочие вот это залупа они все говорят что в азии типа реально проще карликом найти ну потому что это все уже давно исследовано это называется геомаксинг все по геомаксингу ты как высажившник можешь претендовать ну на какую-нибудь норм азиаточку там метр сорок ростом до шансы выше чем в сж стране какую-нибудь карлицу зацепить но стоит ли оно того куда-то ехать блять да нахуй ну надо реально я лучше в кулачок буду спускать чем вот этой хуйней заниматься блять ну сомнительно 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 забейте просто ну вот серьезно забейте блять не хотите признавать что вы проебали ну не признавайте блять ну дальше хуйней занимаются что это как в я а 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 и из той прослойки 10 процентов концов но думаю что такие все смысле не понял о чем ты вообще что-то несешь кто все да они понимают базу ну пусть деньги платят я на вопросы из чатика отвечать не собираюсь поэтому как говорит как говорил классик деньги мне платили так я вам все сказал мне по больше нечего сказать если вы думаете что я буду вас успокаивать не только суровая реальность и правда я люблю говорить правду по правде а что-то там вам выдумывать как какие-нибудь пикуп тренеры там внушать фэковую надежду не я таким не занимаюсь идите куда-нибудь в другое место там он там вас обнадежит замотивирует а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, какой-то конец Короче, не знаю Что-то меня там стригерило И... Мне морально было очень хуёво У меня же, видите, ещё есть такая хуйня Мне поставили ПРЛ То есть я не умею правильно реагировать На какие-то ситуации Короче, не научили меня И поэтому, когда Мне сделали предложение Я такая прям Я не могу понять, что я чувствую И я иногда начинаю себя неадекватно вести Ну, вот потому что меня не научили. И плюс из-за моей тревожности, типа, у меня депрессия то больше, то меньше. И вот в тот момент я прям такая, ебать, а надо ли мне это все? И такое чувство, что, а успела ли я что-то сделать? И вот, короче, и потом, да, ты такой думаешь, а люблю ли я его вообще? А что дальше? А может быть мне лучше будет одной? И я, короче, вот у меня была эта хуйня, и я очень боялась Юлику это сказать, потому что я очень боялась, что он как-то неправильно меня поймет, и не подумает, что, типа, я его больше не люблю, а услышать такое, ну, типа, это очень больно. Вот. И, ну, он заметил мое состояние, что я была очень подавлена, мы с ним поговорили, мы очень долго были. Он очень уважительно такой, типа, ну, я ему говорю, типа, я не знаю, что я чувствую, я не понимаю, мне это пугает. Вот. И мы об этом, как только мы это все обсудили, как только, типа, ну, как сказать, проблем, дали жизнь этой проблемой, и она, как бы, улетела там, и всякая такая хуйня, у меня сразу же, как будто это чувство пропало. Я такая, нет, типа, я тебя люблю, все хорошо. Вот именно, когда мы поговорили, мне это помогло. И плюс у нас был период, вот этот, знаете, кризис трех лет, когда мы расставались. Нюхайте нищую картошку. Нищую пюре, точнее, со сметаной. Заебись. Это вам не наггетсы от Капланихи, блядь. Тот уже. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе. Полгода нахожусь в смирении ибо я понимаю нормиском и ненормиском нахуй не нужен мне либо себе подобную ебанашку найти с мешкой 5 из 10, либо всю жизнь с рукой абсолютно аналогично но у меня еще другой фактор добавился чтобы искать какую-то ебанашку 5 из 10 нет ни желания ни силу типа да и непонимание а надо ли оно вообще у меня лично уже нет не находит твою ссылку карлик ты что-то не то скинул не находит ну что так только биопроблемники потому что в пятницу вечером там занятые люди не биопроблемники либо не домоседы здесь не сидят они гуляют лайферят сидят в барах там я не знаю еще чем-то таким занимаются но не сидят здесь такие если заходят то только порохлить надо мной написать типа вот и круглый хуесос там это не знаю там хуй не стоит блять там и так далее поэтому такие повод венсалибат и прочий бред по его велики на и это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 вот и короче я пойду домой он поехал к себе в офис он в офисе у себя был я поехала домой и легла спать вот он сидел в офисе я написал тебе не нужно прятаться от меня все в порядке короче он приехал я легла спать он тоже лег спать затерпел маленький мы даже вроде немного пообнимались я такая все хорошо он такой нет но это как бы прощальная и он сам такой гаджей он где не завид себя вести типа я не понимаю я говорю типа все окей и короче была уже ночь смотрели фильм нас был такой диван огромный раскладывался и он сидел на в одной стороне а я в другой то есть мы вообще прям я прижалась короче и я все что чувствовал это страх вот мне просто было страшно и типа я не понимала что будет дальше какое будет будущее и я вот так сижу типа я вроде спокойно сижу слезы вьются а он видит что типа я трясусь он такой ты чего я говорю да типа мне страшно я не знаю что дальше ну типа как я пока не понимаю что делать короче и мы вот так сидели сидели кстати знаете чем мы смотрели какой фильм про чувака который чудо там макдональдс это короче он не помню ему так сидим сидим я тогда еще общалась с мамой и она меня тогда как по относительно поддержала но она такая типа есть ко мне есть ко мне не маме я не хочу вот я потом пошла покурила я сижу начинаю думать что я обзваниваю не любого скатилась до онлайна 30 человек а еще больше да 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 ну видите как только она перестала тему схование обсасывать то все 30 человек ну блять хотя бы 30 не три же к чему приводит одиночество 46 всем привет я рассчитаю это видео сделать очень большим о чем может повести одиночество человек человек с пьёбами психикой говорить о воображаемых друзьях так скажем я про туль что значит тульповод вспомнила о том что в пять лет у меня было круто воображаемых друзей где вы находите такую хуйню карлики расскажите я уже много раз этот вопрос задавал еще раз спрашиваю где блять ну хотя ладно я примерно представляю это где-то в пабликах вконтакте наверно во всяких помойных вот такое выкладывают 2 разумеется там тоже таких фриков любят поэтому я примерно представляю откуда они мне как-то так появились может сделать еще скидку то что я больной ребенок я блять с болезнями нахуй по мне это видно и я наверно бы хотела бы еще поговорить про то как я разговариваю с собой само детство не было особо общительного ребенка как-то я не знаю типа вообще как-то общение общительное само раннего детства заметил что когда я подхожу к блять я не знаю к какому-нибудь маленькому ребенку я маленький я пиздю подошел к другому пиздюку познакомиться пообщаться я понимаю что у вас есть внутренние диалог карлики или нет у меня вот есть например я это понимаю точно так же я создавала свои ситуации где мы общаемся больше трех лет и по сей день у меня такая хуйня есть и вот это вот все перешло не то чтобы на какой-то уровень мысли я не знаю это было сначала на уровне каких-то левых секундных мыслей а сейчас это все переросло просто блять нахуй в зависимости как в зависимости я разговариваю с собой да я все понимаю это главное терпи малыш терпи маленькие терпения это твое призвание высвать и два сапога пара две стороны одной медали номиналом 140 на 140 ну да кто спорит никто не спорит все так но если жизни вонюши убрать шизу бутылки алкоголь и доту ну брать в комнате и немного ему голову в порядок привести то он может может вести нормальный образ жизни даже не ходя на работку не имея ипотек не имея спиногрызов бесполезных так-то неплохая жизнь но он сам типа себя в такую ситуацию ставит не особо выигрышную только вот я понимаю то есть что я говорю сама собой но мой мозг как бы осознает это что я разговариваю сама спорта как нет странно я не могу это объяснить словами это очень странно и из-за всего вот это вот то что я сейчас очень начала снимать это все это чисто то что я хотела сказать на протяжении ну приблизительно лет пяти далее да я очень криво на краю села ногтем похуй если какой-то умник мне сейчас напишет блять да я знаю нахуй не пишите и еще тот факт что я завела канал это все мысли которые я повторюсь говорю терпение так-то до депрессионализации шизы довести может ну де реализация депрессионализация это может быть в депрессии даже без шизы это хуйня все я скажу так терпеть надо в удовольствие вот при себя в принципе все эти есть терпение тебе не доставляет удовольствие или не умиротворяет тебя значит это не твою не ваш путь вот ну это если кратко излагать концепцию терпение то это то что это тот самый диалог самим собой который был я прикачет его представляю и представляю ситуации где я допустим не знаю с конкретными людьми то есть я прекрасно поведение этих людей как и не знаю даже как сейчас спокойно объяснить это как в принципе это объяснить правильно что как я это все интерпретирую что вот длина как даже писать вам спать и люди возможно которые ну разговаривают сами собой меня сейчас поймут и может быть я смогла бы выйти из этой ситуации если не было бы таким ребенком как была в детстве необщительным я как-то боялась детей что ли я всегда очень завидовала как люди там что дети с другом общаются пусть дальше у меня была моя подруга с которой я общалась в детстве мне всегда как-то было некомфортно с моими друзьями потому что я общалась и честно с кем попала в детстве туда была маленькой я общалась специально я не могла найти конкретные общего языка нормад детьми своего возраста я подходила к мелким пиздюкам простоivesse именно к пиздюкам и общалась с ними это очень странная хуйня я просто боялась сверстников я боялась я боялась в 들� disclosure своих я очень боялась я боялась уж моцу минут потому что артируя всего детства как-то меня не принимает он не казалось что меня не плевает бери меня не принимают и поэтому все с atom что я не знаю нельзя называть это социофобии я в tutorial я просто особо не люблю общаться с людьми. Прям, я как-то в детстве особо не была общительна, мне было легче, блядь, посидеть, почитать книгу, порисовать. Это, кстати, с рисованием тоже хуйня была. От этого, кстати, как раз таки связанная хуйня с рисованием, это было начало того, что начала, в принципе, разговаривать сама с собой. И я, когда рисовала, я все говорила как-то вслух. Именно вслух, проговаривала ситуации, то есть я погружалась в это все. Но с временем это у меня прошло, и я как-то... Если бы ты мужик рассказывал, сейчас бы моментально обосрали. Да, поржали бы вдоволь. Не знаю, это прошло достаточно... Ну, гендерные стереотипы. Ты мужик, ты должен быть сильным. Все дела. Быстро, наверное. И как-то я уже пришла на новый этап одиночества, начала просто пиздеть сама собой. Я относительно недавно, когда моя мать подходит, я такая, ну, я все слушаю, что ты говоришь. Она такая, с кем ты говоришь? А я такая, дай с подругой по телефону поговорить. Она такая, что? Я общаюсь со своей самостью, мечтаю с ней поебаться и уйти в мир лучший. Нет, никакого мира лучшего не существует. Мы уже в нем находимся. В аду. Здесь мы проведем остаток своих дней. Методические указания по терпению от доцента кафедры смирения. Да. Ну, а что вы думали, блядь? Доктор биопроблемных наук. Это я. Да. Я такая, блядь. И вот это вот все стало буквально недавно проявляться. Что-то мне подходит моя мать, я говорю, что ты с кем, блядь, разговариваешь. Я так понимаю, что у нас с собой разговариваю сейчас. Почему ты расскажешь, мне не с кем поговорить. Я как бы не против общаться с людьми, но я как бы не люблю общаться. Мне достаточно буквально, ну, блядь, троих людей в общении. Все, займись. И, блядь, это странно. Я понимаю, что очень многие сейчас люди очень любитые. Меня смотрят очень много моих знакомых, с которыми я общалась, с которыми я общаюсь, которые, возможно, с меня хотят общаться. Мне кажется, люди, которые просто, нахуй, смотрят на мой канал, думают, ну, ее, нахуй, она любитая. Вот. Все вышло именно из-за какого-то одиночества, но у этого есть какой-то плюс. Плюс в том, что я была готова к любым диалогам, к абсолютным любым. То есть, любое говно я была к этому готова. То есть, я могла прокручивать ситуацию в своей голове, она могла произойти, а я могла все сказала, как будто, как будто учила. Я не учила. Это просто, блядь, постоянно. Вот так вот я. Вот. Продолжаю разговаривать я с собой, сама с собой по сей день, каждый день. Я разговариваю сама с собой. Это пиздец. И я считаю, что это, скорее всего, как раз-таки последствия моей необщительности с людьми. Хотя я допизжу, но я познакомилась, блядь, с прошлым месяц с двумя людьми, а с некоторыми даже улучшилась заниматься шейно. И как бы... Наверное, меня нельзя называть необщительным человеком-социофобом, но я просто отношусь к людям так, как просто кокотом. Очень много... Я, наверное, из-за этого как-то граница с зрением. Извиняюсь. Так. Вот ты сейчас сидишь, рофлишь с эхидным ебалом. Но на самом деле, это дело терпения учит умеренности в жизни. Умеренность даёт свои профиты и бонусы, которые очень выгодны компромиссно. Главное, терпилой не стать. Ну, в смысле сидишь и рофлишь с эхидным ебалом? Блядь, ты думаешь, я рофлю про терпение, что ли? Типа... Терпение это... Духовная практика практически. Как медитация. Без всяких рофлов. Вот когда тебе становится похуй... То есть, скажем так... Ну, вот некоторые это называют уход в нирвану, освобождение от привязанности. Ну, я это называю просто терпением. Даже первая стадия это терпение, а потом просто похуй становится. То есть, терпение это выход к чему-то большему. А больше это когда тебе просто похуй. То есть, освобождение от привязанности. Всё. Через терпение к звёздам. Я так считаю. Поэтому через терпение должны пройти все. Ну, для благих целей. Для себя же. Вот. Терпение это начальная стадия. Начальная. А конечная это освобождение. От проблем. Любых. Ещё квартиры. Потому что у нас ещё тогда Бима была. Я говорю, я её с собой соберу. Ужасное было состояние. И потом он такой в один момент. Блядь, что я делаю? В смысле? Он говорит. О, блядь. Типа, я люблю тебя. Ну, я делаю. Он говорит, это всё. Нет, типа. Ну, он хрюлик капла неху терпел. Сколько лет, прикиньте. Что-то тут не так. И, короче. И он такой ко мне идёт. Меня обнимает. Он такой. Нет, Даша. Я тебя люблю. Что? Он такой. Что я, блядь, устроил? Вообще. Я не понимаю, типа, что я чувствую. Блядь. И я начинаю рыдать. У меня такая истерика. Меня всё трясёт. Я... Вот так. Потому что вот так вот эмоции, короче. Ну, типа, вот эти какие-то качели. Он тоже начинает рыдать. Он говорит, Даша, успокойся, успокойся. Так потом оказалось, когда мы уже нормально поговорили. Из-за того, что... С вами биоразговорами завлёк на стрим биопроблемников. Да. Ну, это плохо, на самом деле. Потому что эти биопроблемники их экономят. Из-за того, чтобы мне задавать вопросы. Должны сейчас в свои там 18 лет заниматься другими вещами. Например... Ну... Хотя бы сходить в кино. Хотя бы сходить на какой-нибудь концерт. Попытаться там кого-то зацепить. Сходить куда-то. Что-то сделать. Найти своё хобби. Заняться чем-то. Вы на меня не смотрите. Я инфлюенсер. Я могу вообще полный бред вам прогонять. А на самом деле у меня жена и двое детей могут быть. Не думали об этом? Ну, нет. На самом деле я вру. Есть карлики заговорщики. Есть карлики заговорщики. Что за теоретики. Которые так и думают, что я на самом деле вру. И ни в каком я не нацелебате. У меня куча тёлок там. И я вообще типа наёбываю. Ну, это версия крайне нерабочая. На практике. Так вот. Вы должны сделать что-то для себя. Для улучшения качества жизни. Просмотр стримов никак её не улучшит. А возможно даже ухудшит. Когда вы наслушаетесь. Правды от меня. А меня слушать не надо. У меня как бы другая задача. Это забалтывать эфир. И карликом. От карликов получать донаты. То есть у меня другая задача. У вас своя задача. Прожить жизнь хорошо. Понимаете? И в этом вопросе слушать рандомных людей из интернета. Ну, это такое себе. Я имею ввиду стримы там смотреть какие-то. Или каких-то там психологов слушать. Типа Вероники Степановой. Это хуйня всё. Всерьёз к этому всему относиться вообще не стоит. Вы должны сами определить для себя, что вам надо. От этой жизни. А чё вам не надо? Понимаете? Я всё-таки была созависима частично, да, от него тогда. Уже не так сильно, но у нас были созависимые отношения. И ему было недостаточно, как будто я, короче... Ты натягиваешь тянок периодически, я думаю, так. Ну, хорошо, допустим. Но каких тянок я могу натягивать? Ну, типа... Ну, хуй знает кого. Каких, блядь. Мне не из кого выбирать, карлики. Не поверите. Не из кого. Откровенные предложения не поступают уже год. То есть, прошлым летом были предложения там от всяких баб встретиться. Но я уже тогда для себя решил, что не хочу ни с кем встречаться. Ну, я тогда же ещё в Москве был. Прошлым летом. И да, были предложения там. Скажем так. А сейчас даже их нету. Поэтому мне некого натягивать, кроме носков. На ноги. Понимаешь? Чекай Донат Пэй. Хорошо. Голдиггерш, который падки на деньги. Так, а зачем? Типа, я же не миллионник какой-то. Голдиггерш к таким, как я, не подкатываю, чувак. Они подкатывают к таким, как Чакела хотя бы. Хотя бы, блядь. Как Бэткомедиан там какой-нибудь. Там, я не знаю, Ватбумага. Не знаю, кто там ещё есть такой. Купленов там какой-нибудь. Мэдисон. Но не я. Ты чё? Я на нейм, блядь. И так далее. Не миллионер никакой. Плюс. Они прекрасно, я думаю, понимают, что я ничего им оплачивать не буду. Спасибо за косарь. Кланяемся. Они прекрасно понимают, что я ничего им не буду давать. Поэтому Голдиггерш это точно не обо мне. Мы, карлики, не знаем, куда приткнуться по жизни. Нашли тебя, а ты сейчас заднюю давнюю уважение. Не, ну нашли так нашли. Но я вам говорю свою правду, понимаете. То, как я считаю. Возможно, в этом всём нагромождении нету вообще никакого смысла, то, что я говорю. И всё абсолютно не так. Понимаете? Поэтому... Кому Илюша нужен? Да, нужен, нужен, поверьте. Я думаю, ему там написывают тёлки тоже. Просто он, наверное, тоже в силу лени, алкоголизма, ему уже тоже похуй на них. То есть он не в инцелебате, он просто алкаш. Раскрути инсту. Да, нахуй мне инсту? У-у. Пизду. Ну я и фоткаться не люблю. У меня и фоток нормальных-то нету. А делать какие-то нормальные мне лень. Всё. Гештальт закрыт. Какая инста, блядь. Я чё, тёлка какая-то, блядь. Мерседесов у меня нету. Чтобы фоткаться, блядь, мерседесов. Да, каждому своём. Вот именно. Поэтому. Шоу семейки. Та ебать. И это, блядь, лучшее, что мы могли придумать. Ну, типа, привет. И сразу давай условимся, что мы сегодня весь выпуск будем друг другу доверять. Для доверия нужна хотя бы одна рюмашка. Кстати, а чё рюмашку-то не предложили? К сожалению, наши продюсеры зажег... Ой, парадокс поднебесного в том, что вот он постоянно ноет, что ему никто не даёт напифакту. Сколько я его наблюдаю? Я его наблюдаю уже года три. У него всегда какие-то тёлки там вокруг него вьются. Поэтому, ну, хуй знаю. Такой себе НСЛ. Даже алкоголь. Поэтому сегодня будет выпуск. Ну, так себе. Ладненько, давай первый вопрос. Как можно на ты, на вы? На ты. Мы люди молодые. Смотрел Спасти рядового Райана? Да, глядел. Ну, я не к тому, что надо кого-то спасать, там уже поздно. Просто вот этот фильм, считай, получил Оскар. Хотя идёт пиздец, как долго. Очень психологически трудная картина. И люди очень часто от него плачут. У меня вопрос. Какого хуя Дом 2 не получил Оскара? Хм. Мои нянцев не показывали. Городка, вошли, шли! Вот серьёзный вопрос. Ты веришь в магию? Да. Мы знаем, что твой он менеджер, да? Он мой саунд-продюсер, а также мой личный экстрасенс. Он настоящий экстрасенс. Прям как на шоу в ТНТ. Легендарная личность на шоу большого русского босса Коляна и там Пемпа. Добро пожаловать. И вам не хватит. Вам как экстрасенсу, наверное, главный вопрос. Какие перспективы вообще в карьере Николая вы видите? Поскольку я с ним, то его перспективы я творю сам. А в музыкальном плане, вот допустим, насколько успешный? Ты же, насколько я знаю, пишешь там рэп-альбом сейчас, да? У кого? Какие перспективы у рэп-альбома? Самые глобальные, грандиозные, идущие вперёд и только вперёд. Ну, слушай, если мы здесь, значит, наверное, что-то не стоит. Ю, здорово, сука. Это босс большой. Ты знаешь, в этом году мы уже выиграли Оскар, Грэмми и кучу всякой хуйни. Но самая главная номинация ещё впереди. Юбанная ВСРП групп устраивает какую-то интернет-премию и номинировали нас на лучшее шоу вселенной. Голосуй за нас, если не пидор. И если любишь маму. Но это одно и то же. А вот вижу у вас серьёзные способности экстрасенсорного рода. Хотел бы, если можно, попросить наложить заклятие на хейтеров Николая и наших. Прямо вот можно на эту камеру. У вас они общие? В основном социальные группы, именуемые пиздюками, которые пишут гневные комментарии. Но можно хотя бы на наших. Окей. Так, ну, если использовать магию, магические заклинания твоего кореша... В СЖ группе. Ой, блядь. Да. Спасибо за стрим. Да, не за что? Не за что. Не за что. Спасибо, что смотрите, карлики. Я бы сам себя смотреть не смог бы, блядь. По 10 часов. Я бы заебался. Хандум, челик, есть гимнастки, всякие олимпийские, чемпионки. Они действительно хорошие девушки. Есть такие, это правда, но ни мне, ни тебе такие не светят. Блядь, к чему это вообще? Так, ебаный врат. Нет, не ебаный врат. Урал ебал 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 урал. Так вот, в таком случае, вот это жертвенное там. Хочешь посмотреть? Не хочешь? Соответственно, это жертвенное там, которое обычно я приношу в жертву всяких зверушек, во всяких ритуалах. Так вот, магия проста. Хоть одна падла, что-то пизданет этот жертвенный, а там будет у него, там, куда мама не заглядывает. Браво! А можете поаплодировать все, кто там стоит? Я прям чувствую, как будто камень с души свалился. Так, надо сейчас пойти чай сделать. Ну, что вы загрустили там? Я вас нагрузил немножко, ну, потому что меня заебали биопроблемами своими, я уже не могу. У меня вот такое чувство, что какой-то эгрегор, блядь, кармический от биопроблем, но он очень сильно выматывает и высасывает мои силы. Я вот реально, я вот сейчас сижу и хочу спать и мне плохо. В общем, блин, даже мысли вот эти биопроблемы абсолютно навязаны от вас, они выводят из строя. Вот, тяжко, тяжко это все. Одно и то же повторять миллионный раз, блядь, я уже заебался. Очень важный вопрос, боишься ли ты смерти? Я просто видел отрывок, поясню, там ты готов умереть за свои принципы. Ты сейчас крекал. У меня проблемы заруинили мою точку сборки. А что ты крекал-то? Мы что, в болоте сидим и лечим? А, сейчас драка будет, я это видел. Леш, уби меня. Леш, уби меня. Леш, да в смысле игнор, ну люди деньги платят, алло. Уби меня. Ну, человек закинул, например, 300 рублей, да, ведь я же сейчас без проблем только за донат смотрю. Вот человек, например, закидывает 300 рублей и говорит, там вопрос какой-то задает, что я игнорировать буду, блядь? Ну, так не работает. Это неуважение. Так, без сообщения, спасибо. Поэтому вот так. ты говорил, Леш, уби меня, Леш, уби меня. И вот у нас возник вопрос, зачем он крякал и какого хуй Леша тебя сука назвал? Как ты уже сказала, три клинические смерти пережил, так что как-то уже на все похуй. А что касается Леши, он попутал. Ну, ему показалось, что он убит. Ну, ты завтра сделал с ним что-то, он тебя сука назвал? Просто было ли наказание? Да. слава богу. Финансовые вопросы. Какая зарплата на Доме-2? Я, знаете, я работал. У нас просто тоже был один кумир. Пиздит. Карликовые источники из недор интернета говорят, что Должанский миллионер и что он в месяц зарабатывал 200 тысяч или 250 в рублях, потому что он был самый рейтинговый персонаж. Самый рейтинговый персонаж на Доме-2 ему очень много платили, больше всех. Да, на биопроблемах поднимают деньги. Я это много раз уже говорил, что меня в бесплатном виде они никоим образом не интересуют. если бы интересовали, бесплатно до диктита смотрел там и прочую хуйню, как это было раньше. Что меня там могло накрыть и я мог там целый стрим смотреть, бредятину там про пикап. Терплю, маленькие терплю, да, терпим, терпим, а что делать? Что еще делать, блять? Через терпение к звездам, я уже сказал, повторюсь еще раз. Только так победим. Плачем, карлики, плачем, если бы любовь была. Интеллектуальный публики Юрий Хованский. Пизда, всему нахуй пизда, я всем обо дня и слышит, говорят, ты ебанути, всему пизда, босс. Он советовал видеоблоги различным бездарным людям, как топовый заработок. У меня вопрос, есть какие-то финансовые проекты на стороне и чем вообще зарабатываешь? Хочу открыть, как сейчас модно это стало, бургерную. Есть какой-то рецепт бургера, вот идеального? Вот использовались всегда телятина, галядина, свинина, куриное мясо для изготовления бургеров, но никогда не применялась петушатина. Хотя можно, конечно, молодых петухов, петушков, подшитов, на фестер-фабриках выращивать, специально откармливать на убой, чтобы они были жирненькие, потом забивать и делать из них мясо для бургеров. А тесто, меня всегда удивляло, что тесто делали из муки и воды. Почему бы воду не заменить на алкоголь? Ну чисто, вот я удивляюсь, столько лет кулинария... Ну да, мне кажется, получится очень вкусно. Почему, почему воду не додумались заменить на водку в изготовлении теста? И в итоге получится у нас петушиный алкобургер. Вот если русские рэперы, допустим, зайдут в эту бургерную, это же получается каннибализм. Типа того, но у нас большинство все-таки рэперов в такие бургерные не заходят, но я думаю, что эту бургерную можно было бы открыть как филиал Блокета Большого Театра. Ух, блядь, глубоко. Ну куда уж глубже-то. Ты знаешь, вот на самом деле, если продолжать тему кулинарии, мы думали, что ты гораздо толще, но на самом деле ты очень спортивного телосложения. На меня даже кросса спортивные. А, ну и носки с надписью спорт. Да, только это по-английски. Ну, я говорю спорт. Вот, раз сегодня у нас встроенный Николай Должанский, можно нам поменять стул на более подобное? Самость идет за тобой. Камбоджийское эскимо. Я считаю, биопроблемники, постоянно ноющие о своих проблемах и не принимающие действия для их решения, не заслуживают спасения. Это тебе чил и на терпение. Спасибо, кланяемся. Кланяемся. я тебе так отвечу, камбоджиец. Я считаю так, что чтобы не усложнять себе жизнь, ни себе, ни окружающим, набив проблему, нужно просто забить хуй. Потому что это такая проблема, которая, ну, не решается быстро. А в процессе ее решения очень часто люди объебываются, еще сильнее расстраиваются, пытаются себя превозмогать, у них них хуя не получается. Они начинают ходить к психологам, к пикап-тренерам. В общем, это вечный путь терпения. Вечно в терпении находиться. Никакого прогресса. То есть, люди загоняют себя осознанно в стагнацию. Сходилки-индивидуалки, все биопроблемы, как рукой с него. Вывод секс-менеджера и наше все. Вот, пожалуйста, карлики, слушайте, слушайте, блядь. Слушайте внимательно советы умных людей. Вот так. Вот, я продолжаю. Да, нам спортсменам удобнее на таких стульях сидеть. Есть два противоречащих друг другу факта. Первый, что должанский якобы девственник. Второй, что у него до прихода на дом 2 было сколько? 974. 974, блядь. Сейчас в инстаграме Николая почти только одни телки и его же компании. Поэтому нам предложили устроить секс-баттл. Ебался с женщиной на крыше? На счет как я? Ну вот я на крыше ебался. Но потом на чердак провалить. На вертолете? Он упал, но повезло. Он упал в речку и удалось выпасть. В речке потом поебались? Да. И на берегу и на москалку где лодки стоят. Какое место? Смотрим в свою область. Я короче съебал сразу двух телок. Да, и трех, и четырех. Какое было максимальное количество у вас? Я ебался с 12 глядями на берегенском кладбище. Они были живые. А, все, окей. Я с английской королевой ебался. Я с низкой мармойки. Ну, около того. Да почти еще рядом. Я вот с парашюта прыгал, знаешь, и прям сразу попадал. Ну, ты понял, куда? В рот попадал. Ну, да. Было что-нибудь подобное? В рот попадал. А, ну, все, окей. Это когда пьяный был и не мог в пизду попасть. А вот у нас еще в Голливуде, бля, помнишь, там еще Меган Фокс была и Бейонсе. Вот у нас, а, еще Джесси Кальба была. И вот эта вся хрень была группа Ухши. Кого из актрис ебал? Рапунцер. Актриса, не снивайся. Она поет РНБ? Она поет народные мелодии. А я вот как-то драку у баб разнимал и случайно Бей их выебал. Обычно бабы за меня дерутся. Ну, я как раз они за тебя дрались и я их выебал. Молодец, братишка. Тут больше ничего не скажешь, что это текущие. Ты с недавних пор, кстати, насколько мне известно, пропагандируешь здоровый образ жизни. Ну, да, я же спортсмен. Ну, я сразу заметил. Ну, эксперт. Не даром на стуле сидит. Как говорится. Ну, это спортивный стол, он красный. У меня машина такого же цвета. Давай небольшую рекламу спорта. Сделаем какой-нибудь просто прорекламируй спорт, чтобы ты сухо не на жопе сидел пялился на всякие ебаные шоу, а шел и... Ну, в общем, ты понял. Вспоминаю частушку из своей ранней советской юности. Нехуй ездить на курорт. Круче всех советский спорт. Чем вообще питаешься? Скромно живу. Хлеб, масло, вода, водка. Пиво, баклажка, колбаса вареная, горошек, сосиска тоже вареная. Ну, горошек это уже нихуя не скромно. Не, ну, братишка, но горошек такой самый дешевый. Джессика Альба за горошек дала зеленый. Ну, в плохие годы, как бы у нее не было съемок, но тем не менее. Я простой бедный рэпер с Мариной Рощей. У меня сейчас жизнь тоже тяжелая, как у Джессики Альба. Вот, кстати, продолжай тему кулинарии. Ты, если не изменяешь память, снимался в передаче Звонул. Какие впечатления? Впечатления были у тех ребят, которые ели тошнотики, гуголь-моголь с лодкой, НЗ, маргарина с черным хлебом. Ну, то есть вкусно. Да, все было вкусно, всем нравилось. Особенно понравился горячий кипяток, разлив. Любишь алкоголь? А, извини, давай без тупых вопросов. По-любому разбираешься в хорошей алкашке. Дай совет нашим зрителям. Какой алкоголь подойдет, знаешь, чтобы скрасить вечер и дама непременно дала? У меня было 4 раза, когда девочки падали с ног после медицинского спирта. Удивительно. Нет, бывали такие, которые не падали. И еще более удивительно. Ну, в общем, ты знаешь толк в элитном алкоголе. Чего вообще сам слушаешь из рэпа, кроме своих треков? Пимп любит Варкин Рот. Мне нравится с утра стояк. Ну, и песни. Мне с некоторых пор полюбилась группа Контейнер. Вот, кстати, о баттле с Пашей Техником раз уж зашло дело. В сети есть видео в ультра супер HD качественно. Какие впечатления вообще от баттла и кто в итоге победил? Как известно, победила эта баттла. Народ нам присудил ничью. А замечательный клип, который единственный как бы сохранился с этого баттла, делала моя близкая подруга. По моему заданию. На сегодня баттл МС на шоу Большого Русского Босса и не очень хорошего баттл МС. Ну, прости, что там? Ты вообще зассал. Я не зассал. Зассал. Не зассал. Зассал. Вырежьте это. Ты вообще зассал. Я не зассал. А, кстати, читаешь на английском? Могу и побазарить. Сможешь зачитать A$AP Rocky, например? Да, легко. A$AP Коли на шоу Большого Русского Босса. Большого Русского Босса. Чё-то про сатану там. Она трясла ягодицами перед сатаной, чтобы накрасить себе ногти. А, ну да, ну да. Ещё и сиськи сделала. Я не бороться с этим биндрилом. Сможешь, что ниггеры любят брилл. Чё-то про ниггеры. 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 Я не люблю драйвов. Но эти моббакеры дали мне свои слова. Чё-то про тупака. Тупака припомнили. Ага. Ник ночи. Ага, ну да. Как будто на партсобрании, знаешь, такой. Сколько там раз это повторяется? Тут четыре строчки, но последние от конца. Это мультиплай, что ли, песня? Ну типа того. Вы поёте великолепно. Ну, я на самом деле, это не отличимо от оригинала. Да, если порог, если ты это смотришь, а ты это по-любому смотришь, сука. Ты можешь идти нахуй. Я могу ещё перевод зачитать. Конченые ниггеры будут множиться. До того, как реальные ниггеры умрут, конченые ниггеры будут множиться. До того, как реальные ниггеры заживут, конченые ниггеры будут множиться. Да, конченые ниггеры будут множиться. Реальная тема. Конченые ниггеры не будут множиться. Да, черномазый, это твой кореш, Джуси Джей. Чувак, ты следи за этими подлыми нищебродами. А нет, это перевод. Да, да, да. Я вернулся, продавал крэк с гастиной. Недрянь вешают бирки на пальцы, продавал стволы, чтобы прокормиться. Дюрэк носит красный или синий флаг на джинсах. Тот, кто рядом с тобой, это тот, кто пристрелит тебя через минуту. Приезжай в Карвин, если никогда не видел Багдада. Это первое место, где я видел Черномазова, продающего крэк. Креманчилы не спят, а лишь дремлю. Полой с пуколкой. Ходит так, будто у него болит спина. Болит спина. Там два раза это? Два раза. Даже в завещании я останусь чётким. Пошаливаю на своём поле. Пока не гикнусь. Буду здравым во всём, чего касаюсь. Молодяк учили убивать. Целятся. Поляты толкают дурман. Она трясёт задницу для сатаны, чтобы накрасить ногти и оплатить щита. Я вообще-то не имею дело с бентрил. Отвечаю, эти ниггеры жопы. Как насадить? Я тебе не хочу, чтобы меня пострелили. Но этим уродом лучше отдать прочитающиеся мне. Тупак подтвердит. Из-за кого эти черномазов вышвыривают? Зачем вы ниггеры пасите золото? Строите из себя авторитетов? Молитесь на показ? Ясненько. Помню, если бы Пимп был жив, он бы сказал этим глядям и этим ниггерам. Даже в завещании я останусь здравым, пока не гикнусь. Даже в завещании я останусь здравым, пока не гикнусь. Даже в завещании я останусь здравым, пока не лады. Когда реальные ниггеры умирают, деланные ниггеры множатся. Когда реальные ниггеры умирают, деланные ниггеры множатся. Когда все реальные ниггеры умрут, деланные ниггеры будут множатся. Но если реальные ниггеры будут жить, конченые ниггеры никогда не будут множатся. Аспирантуры философии от МГУ А что, Пимп умер, что ли, там, на туре? Там просто была строчка Пишут, что помер, откинулся Ну, в принципе, никто не заметит Ну, сложно продолжать после такого, конечно Но мы будем Ну да, а планируешь вообще выпуск альбома? После такого, мне кажется, это обязательно нужно Альбомы сейчас не продаются Дороже ценится концертная программа Ну смотри, какие альбомы, на самом деле Например, с раскрасками Это тема После бургерной проконает Да, блядь К сожалению, или к радости Интервью наше подходит к концу Поэтому традиционные сиськи Жалоб и предложений В общем, там Ре-аль-ны-е Нигеры Да, он любит побольше Не подышайте Ну, или Типа Того Того Все Спасибо Мы уже закончили съемку, да? Ой, я сейчас там это Альбом пишу, типа Давай Фит, наверное, сделай мне на альбом У тебя как со временем? Легко Блядь Не планируешь там, кстати, на фит залететь тоже? Ты пиздец, ты серьезно? Ну как так, блядь, можно вообще нахуй? Ну ты гопник, блядь Таким, кстати, не умер В общем, это было шоу большого русского босса и И темпа Ну Что этот беляж себе позволяет? Кто, Должанский? В смысле? Стас Аскет умер? Да ладно, пруфы Пруфы Подписывайся там на канал Ставь там лайки Вот это вся хуйня, которая будет написана на экране Ой, пиздец Еще какое Шумел камыш Деревья гнулись И ночка темная была Одна возлюбленная Не, Думкин-то понятно Умер Все донаты пойдут в фонд Александра Думкина Кстати, сообщение Даши Такое ощущение, что она или пьяной их писала Или в истерике То есть написано с ошибками Странно как-то написано Я думаю, это не рофл Единственный вопрос к Юлику Как можно было Применять Дашу Каплан На эту грызнульку Она же такая какая-то неухоженная Замарашка Такая потеряшка Смотришь на нее фотки Хочется дать три вещи Дезодорант, шампунь И чистые носочки Ой, не знаю Я вот никак не собираюсь Оправдывать поведение Юлика Он поступил безумно подло Ужасно Но у меня вопрос к этой грызнульке Вот ты пришла на свадьбу к подруге Переписываешься с ее мужем Ты знаешь, что ребята счастливы У них все нормально У них была только что свадьба И зачем это делать? Зачем с ним переписываться? Зачем с ним сосаться? Я просто в охуе И последние два вопроса Будет ли свадьба? Это первый вопрос И второй Может быть Юлик вернется к Даше Приползет на коленях И она его простит Что думаете? Мужиков надо привязывать на цепь Знаете, к батареям просто И отныне только так Какая ситуация произошла? Ну, ребята Давайте остановим все равно Поток мыслей в комментариях Почему? Потому что Как взрослый человек Скажу вам авторитетно Сами разберутся и без нас Дело молодое, дело житейское Вот и все В общем, я смотрю У людей молодые даже как? Все хотят выговориться Но я тебе так скажу Это их личные дела Кого-то осуждать точно не нужно Потому что время все расставить на свои места Да-да-да-да-да-да-да Короче, сижу уже, я не знаю Десятую минуту Над тем, что надо написать что-то Писать вообще Не знаю, что писать Ничего не складывается в слова Карлики Карлики Должите обстановку На 2Ч трэда есть уже или нет Если трэда есть, я сделаю ролик Если трэдов нет, я ролик делать не буду Докладывайте обстановку Раздел Б Раздел Б проверяйте Проверяйте Маленькие проверяйте Потратьте минуту Я в ахуе Ну, это пиздец У меня, блядь Вот, у меня нету слов, короче Я люблю Дашу Я люблю Дашу Я с ней Не знаю Да мне просто лень Даже Текст писать самому Я бы хотел просто По старинке Как в старое доброе Пас надергать И все И похуй, блядь Или Тем более, это же бесплатный ролик будет Ну, если он будет Если трэда не будет Значит, я ролик делать не буду Я не знаю Сейчас, что я должна сделать Как подруга Как подруга Как соратница Как еще Ну, Капланику не любят на 2Ч так-то Я Я просто с ней Меня тоже не любят Я в ахуе Давайте еще раз по полочкам, блядь Ну, так-то за сегодня накидали уже 30 тысяч 30 тысяч Рублей Поэтому В принципе Почему бы не сделать ролик Правильно? Получаешь добро Надо делать добро в ответ Я так считаю Поэтому А кого на 2Ч вообще любят? Кого? Вот это хороший вопрос Не знаю Абу, наверное, любят Ну и то Его там тоже хуесосят постоянно Блядь Вы че Ну, вообще Познякова любят на 2Ч Людей Пизду, блядь Короче Стало известно, что Юлик изменял на свадьбе Хуйня Папа отталкивает Юлика от Мармарина Хуйня, блядь Стрим с аниме Не Стрим с аниме Это Денег надо Я бесплатно аниме не буду смотреть А вот ролик могу сделать Блядь, ну типа хватит Вообще Выдумывать, блядь Того, чего не было И так то, что случилось И так этого До хуя И этого уже, блядь Чересчур, блядь Пожалуйста Напишите это Кто-нибудь словами Я еще словами Текстом запишу Блядь, пиздец Вы че, блядь Ёбнулись Так, че там Ёбнулись Еще раз по полочкам Стало известно, что Юлик изменяет Даши на свадьбе Это хуйня Папа отталкивает Юлика от Мармарис Это тоже хуйня А хватит вдумывать Того, чего не было И так То, что случилось И так этого до хуя Это уже чересчур много Про Лиску Без комментариев Впервые слышу Че, блядь Нихуя не понял, блядь Так Тут еще какой-то ролик Ну, короче, понятно Сейчас будет дэмэдж контрол тотальный Будут умалчивать Вдруг изменили один раз Надо было это в публичное поле просто вываливать За сколько на стриме посмотришь 10 серий Наруто? Ну, считай по минуту на 4 минуты 125 рублей Каждая минута по 50 рублей Считай Я не знаю, сколько они длятся Ой Ну, не меньше 10 тысяч, наверное Я так подозреваю Я считаю, что вот именно в этой ситуации Не нужно добыть второго шанса Если человек позволил себе это сделать один раз То второй, третий вообще без проблем позволится Потрясения Нет трэдов Ну и что делать, раз нет трэдов в карлике? Я думал, там мимо слов каких-то накидают смешные Нарезок Ну ладно, я могу просто маслоподкаст записать для карликов Да мне просто лень, блядь Это Капланиха вообще Я бы только из трэда взял что-нибудь Потому что, ну Мне даже лень о ней говорить что-то самому Создавайте трэд, карли Надо это Привлечь общественность Я уже Донатпэй проверил Я твой видос видел Карликам нужно хлеба и терпения Я понимаю, но так я и говорю, что Если будет наитие, то я сделаю Каждому из нас Каждому из нас про зона ролик не не озониха 30 тысяч много раз говорил ролик про зониху за 30 тысяч не пенсом не копейкой не дыры в ней меньше 30 тысяч блядь а зачем ролик про аскета про аскета есть уже ролик а земле и 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 терпим Ой, я пошёл чай делать Пара-пара гнедых, это пара-пара-пара гнедых Ты нас снимай поближе Пара-пара-пара гнедых, запоряжённых и пададых Ваша хозяйка в старинные годы Много хозяев имела сама Ближе нас снимай всех, подальше, дорогие Подальше, ты Ваша хозяйка в старинные годы Много хозяев имела сама Опытных в дом приводила из муты А более нежных сводила с ума Пара-пара-пара гнедых, это пара гнедых Пара гнедых, запоряжённых и пададых Параганитый, параганитый, параганитый запоряжённых подых. Еврей из Одессы и жид из Варшавы, Юный корнет и седой генерал Каждый искал в ней любви и забавы И на грудях у нее засыпал Каждый искал в ней любви и забавы И на грудях у нее засыпал Каждый искал в ней любви и забавы И на грудях у нее засыпал Пара-пара-пара гнедых, это пара-пара-пара гнедых, Пара-пара-пара гнедых, запоряженных поддых. Пара-пара-пара гнедых, это пара-пара-пара гнедых, Пара-пара-пара гнедых, запоряженных поддых. Они все, они все, они все в кадре Пара порогнитых, это пара порогнитых Пара-пара гнедых, запоряжённых модных, Пара-пара гнедых, это пара гнедых, Пара гнедых, запоряжённых модных. Пара гнедых, запоряжённых зарёю, Вечно голодных, холодных и злых, Вечно бредёте вы мелкой эрсою. Парагнитых, это парагнитых, Вечно придете, вы мелкой рысою. Парагнитых, это парагнитых, Ваша хозяйка в старинные годы Много хозяев имела сама, Опытно в дом приводила из воды, А более нежных сводила с ума, Опытных в дом приводила из воды, А более нежных сводила с ума. Парагнитых, как эта песня, тетя Наташа? От души, ну мы делали для народа, мы делали для народа, мы делали для народа. Эта песня хорошая, хитрец. Я знаю, знаю. А ты говоришь, что плохая песня. Ну, Толян, заслужил ты. Заслужил на ход ноги. Откуда еще, конечно же. На ход ноги, это сколько? А сколько у тебя позволят, то есть? Не поджарить. А? Гитару не поджарить. Не поджарить? Все, пророк со мной и друзья. Анатолий Анатольевич. Наташа. Вот так мы в Ярце живем радостно, а вы скучаете все, еще жалуются в интернете, что они плохо живут. Срезали нахер березовую рощу в парке. Срезали, да. Срезали, убрали. И еще радуются чему-то, подлецы. Срезали березовую рощу. Ах. Законяем. Это наше. Это наше. Довольно. Порок со мной стоит. Как одинокий волк. Николай, ваш злейший враг, с которым вы всегда вели диалоги, драки, сколько у вас было драк. Анна вас бросает и выбирает его. Не в огорчении будет сказано Венцеслову Владимировичу Венгрожановскому, но у него не получится ничего и ни с кем из четырех девушек. Извините, не нужно быть ни черным, ни белым магом. Не нужно быть прорицателем и анастрадамусом, но, Венц, будет так, как я говорю. У тебя не получится ничего и ни с кем. По тем же причинам, почему не получалось до сих пор ничего и ни с кем. Ни с Жанной Аллыбаевой, ни с Инной Воловичевой, ни с Екатериной Сергеевной Токаревой, которой я тоже сватался, тоже неудачно. Вы сватались, обженился, Николай. И развелся. И как же ничего не получилось с Екатериной Корольевной. Всех отношений, которые у меня были на проекте, которые ты перечислил, они все были длительные. Там было и хорошее, и плохое. Но девушки меня любили, я их тоже любил. А от тебя отказывается даже Анна Белякова. В смысле даже? Винцеслов. В смысле даже? В смысле шанс в этой жизни? Вновь отказывается. Как бы ни были долгими твои отношения, они закончились пшиком. А от тебя отказывается на проекте Анна Белякова. Твой последний шанс. Если с тобой не будет эта девушка, с тобой здесь не будет никто. Сообщаю девушкам, которые положили глаз на Винцеслова, либо он что-то положил на них. Это сейчас он в первый день такой веселый, розовенький, улыбается, лукавый. Я жил по соседству в городских квартирах с Винцеслова, пока они еще были открыты. Никто не знает, как он умеет мозги выносить своим девушкам и соседям. Как он умеет хулиганить. Какое он безобразие может творить. Кто бы говорил Николай Должанский, который налогное место, то приходит в гробах, то обнаженным. Из-за таких, как ты, миллионы телезрителей каждый день переключают телепроект Дом-2 и канал ТНТ. А тебя сюда позвали из милостыни. Из милостыни. Из милостыни позвали тебя, потому что людям иногда интересно посмотреть на дебилов, алкашей и вообще моральных уродов. И ты на телепроекте Дом-2 олицетворяешь именно этот текст. Я не могу такое хавш... Вано стримит в Москве уже почти в гостинице Украина. Я выдвинулся с девкой его ловить. Буду как карлики в первый стрим действовать, немного подтраливать. Если есть желание глянуть, я буду через 30 минут. Ну хорошо, кланяемся. В 10 вечера я подключусь. Напомните мне. Из всех твоих слов сказано в мой адрес. Справедливо только выражение алкаш. А вот начиная со слова дебил, все остальные слова более про тебя. Естественно. Давайте к чему-то придем. В итоге завтра новый день. За кем вы будете ухаживать? Вы увидите это. Заинтриговал. Неплохое вступление. Но сейчас опять говновокал, все как обычно, залажает. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Гитара хорошая, вокал отстой. Ну как обычно, собственно. Если песня хорошая, то инструментал хороший, вокал говно. К сожалению. Субтитры подогнал «Симон» 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 по поводу юлика и последнего видео петров говна на вентилятор накидывает типа юлик изнасиловал лиску накачав ее наркотиками скидывал видео где батя юлика отталкивает его от нее на свадьбе и т.д. сейчас по вскрываю сейчас начнут грязь выливать на хрюлика капла не хожу жертва я об этом говорил не об этом говорил сейчас начнется слив компроматов каких-то там а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, там голосовуха Голову пилой, блядь, пилишь, а он влюбляется в другое, а ты его пилишь Не факт, что он влюбился Может это был выгул своего слоненка налево, скажем так, просто выгулял И попал, так сказать, в неприятную ситуацию Так, в чём дело Основное Выгул человеку Выгул видвижно, блядь Его... А, ну всё О, там ASMR было Сейчас ASMR посмотрим Как вы... Ограничивал очень сильно Как будто он был прям в клетке Ну то есть, знаете, как было? Он куда-то идёт... Лев в клетке, блядь АСМР 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 Нежный неврологический осмотр Доктор невролог АСМР Краниал нерв Экзам Оооо Стрижка волос Массаж головы Невролог А чё они так... Именно неврологи Неврологи, блядь Я знаю, чё вы хотите, корольки Игфортнайт Нихуя Она на английском базарит Ну не, всё, выходим отсюда Эээээ... Мы её на прошлой э трансе смотрели уже Поэтому надо другую какую-то найти Ээээ... Ээээ это школьница, блядь Ээээ... осмотр у невролога то чего им так этот невролог я не понимаю видимо по тегам хорошо заходит мне кажется сейчас хейта отгребет хрюлик похлеще чем после событий в восемнадцатом году на четко плане про него сливать загрызут слуд да 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 сейчас начнут хрюлик отопить отменят хрюлика но это и хорошо мы сыграем на гребне волны скажем так сберемся на новые вершины будем наблюдать за развитием ситуации о это же еда калич я думаю вы помните кто это уложить тебя спать лёжа на коленях персональное внимание нихуя пиздец юлик свободен у тебя все шансы да нахуй мне нужен нахуй нужен тут юлик он не интересен мне будь я тёлка лет 16 может быть он бы и был бы мне и мне интересен на так нахуй мне нужен я не ей насчет него не знаю может быть я бы ему был интересен но я бы его отверг любому даже если бы он не пообещал сто процентов от дохода от своих видосов я плане к свободно зачем я ее изучил уже вдоль и поперек best smr triggers топ-5 for sleep и tingles кто хочет хорошо выспаться ну чё там будет опять херня это асмр степсистер трет появился хорошо пишите там бампуйте чтобы не утонул что была жизнь что не удалили работой работайте пусть стоять а нахуй нахуй нужно так степсистер бич и попала герл нью степсис ролл плей ну-ка давайте завтра приду проверю я думаю что ты мой новый мастер я не знаю что мой папа видит в твою маму или в твою мать но давайте просто быть очки мы не друзья и я не хочу быть социацией с тобой в любом случае я знаю что мы должны поделиться в моем рюме Миллион просмотров, блять. Вот так бы шеви пилами с двух сторон. Как тебе, красавица. Неплохо. Мне кажется, ей пилить неудобно, если честно. Выглядит, конечно, устрашающе, но мне кажется, такой пилить не получится. Разве что вот такие мелкие деревяшки. Да, пилой, блять, пилишь, а он сливает. Вон, 148 зрителей. Пользуется слабостью одного из партнеров и разрушает семью. Это ужасно. Не одела блузку, а надела. О, господи, какая разница. На что? Татьяна Гартман в чате. Stepsister lets you have your spicy make out. О, ни хуя. Ну, я думаю, это байт. Там нет такого, поэтому я не буду лишний просмотр давать хуесосам. Your best friend's sister rolls to your bed. Ебать. Сука, какой пиздец. А ведь есть ещё по реквестам ASMR, карлики. Ведь это ещё не всё. О, блять. Это ещё не всё. Это хуйня. Там весь трэш, кринж в заказных видосах. О, это... Cherry Crush, которая порноактриса. Что-то вы мне сказали степсистер, но я здесь ничего такого не вижу. Скажем так, привлекательного. Ну, какие-то тёлки, блять, с открытыми ртами. Ну, это не то. Эротик муви. Не знаю, мы чё это за муви. О, это порноактрисы, их я знаю. Ну, по именам не помню, но видел. Наёбывают карликов. Ладно, мы в самое днище опустились. Давайте. Асмр. Просто напишем. Асмр. Гёрл. Блять. Твои предсказания сбылись насчёт того, что на Любу, а на южних интернетах окажется. Так это логично было. Карлик. Girlfriend. Слип овер асмр. Ролплей. Персонал attention. Face touch. Massage. Reading. Bad. Hug me. Нихуя, блять. Давайте сейчас оценим их умения. Ай, сука, блять. Эх, эй. Носки. И ведь эти видосы, ну, некоторые из этих роликов заказаны. Ну, за деньги. Там, ну, некоторые приватные ролики по реквестам отправляют там в личку куда-то, а некоторые ролики по реквестам на основной канал выкладывают. Возможно, это чей-то реквест был. Да. Да, надпэй, да, работает. Я только что проверял, блять. От всамостей не скрыться. Так. Тян любят рофлить, знаете, когда они клеят омешку и говорят, ты секси, а потом ржут. Да, кстати говоря, есть такое. От всамостей не скрыться. Вырежи... Чё? Вырежи паразитную частоту из звука на уровне 2-3 кГц. Она ужасно сверлит мозги. Ну-ка, да, я прослушаю. Так. Чё вы там слышите? Слышите точнее, я не понимаю. Сейчас я... Как обычно, надо самому проверять. Слышите точнее, я не понимаю. Сейчас я... Как обычно надо самому проверять. Слышите точнее, я не понимаю. Сейчас я... Проверю, слышите точнее, я не понимаю, сейчас... Проверю, слышите точнее, я не понимаю, сейчас... Блять, короче, нахуй, я ничего не услышал... Ключи уже нормальные, православные, мужицкая СМР, карлики кланяемся... Мазафака... Так, там через 10 минут карлик к Ванамасу должен подойти, мы договаривались... Что он это... Что я зайду, точнее, посмотрим, как он там... С девкой к нему подойдет... Говорит и показывает Москва, Россия... Да, крутой, крутой, да... Оле, Оле, добро на позитиве! Ну чё, Серёга, мы в Москве! Приезжай, если не застал, ебатью захвати! Уууу! Да по жизни всё путём, на лиге, на лиге... По району я качусь, на своём дереве... Выгребаю банкомат, еблика в батмане... Чёрт возьми, да я богат... В парту масти алуе... Был просто инфициантом, зарабатывал кэш, как мог... Батя в здании, чё надо? Передавай бате привет, а то на Симон! Блять, чё ты творишь? Последнюю бутылку разбил! Брайтон! Там вроде уже подходил пацан с девкой, воська звук не работает, а ну тогда ладно. Если что-то там будет, то напишите, если это не те вдруг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы чё, серьёзно? Совсем ебанулись там? Я жить хочу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты чё, Серёга? Мы же пошутили! Подумаешь, сняли пару видосов, да мы дебилы! Ну что, ребята? Чоу, пока! Базар! Ну, Симон, ну шутник, блять! Ну, шутник! Дедушки шутят! Гинеколог! Держите. Здравствуйте. Давайте раздеваетесь. Ну, конечно, полностью. Надо пальтишко скидывать. Вот. И теперь кофточку. Кофточку, куда нужно,烈. Так. Так, теперь да. Ну, Башечку тоже, да. Юбочку. Конечно. Не стесняйтесь, ёлочек. Я специалист. Всё-всё, да, раздевайтесь полностью. Колготочки. На, блин, колготочки. Ливчик с ним ходит. Ничего, не стесняйтесь. Я, я, я тоже. Хорошие сисики. Ой, извините, хорошая грудь. У нас видно здоровое. Какой размер второй, да? Хорошо, люблю вторую. Хороший размер. Так, доськи тоже, да, снимайте. Нормально. Ну, умён, карлик. Уже и гинекологом был, блядь. Кем он только не был. И вирту-систом успел. Наследите, арену построил, блядь. Человек на все руки мастера, блядь. Привет. Привет. Скажи мне зашел. Давай. В экран, прям. Да, привет. Скажи мне зашел. Я просто хотела сжел. Блядь. Вы просто спал. Она мне натрашку напоминает, эту бывшую Вежелинка. С ней на OnlyFansе контента много. Ты тоже в них влюблен, я тебе скажу, очень немалое количество людей. Магний, карлик. Чтобы хорошо спать, надо пить магний, карлик. Магний это нервы, сон, сосуды. Ну не, это посимпатичнее, чем натрашка на самом деле. Что-то может у неё есть какой-то оголённый АСМР, например. АСМР в бикини. Ну, Валентинс Дэй. Ну нет, не то. Не годится. Блядь, сука, даже тут обломали. Ну, пидоры, блядь. Эх, не дают бикини посмотреть. Хотя там не бикини, там какой-то эротический наряд, блядь. Бэкграунд АСМР for study. Блядь. 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 звук кассетный мне пишет что уже подошли к нему что у по тлач пока не пошел за спасибо кланяемся на пропитание кстати у тебя второй размер у меня шестой 140 на 140 все таки сам понимаешь все обвисли в лифчике сижу в лифчике один роутер на все село в лифчике сезон королеве есть порядочная фирма по настройке роутера и дан клево готов уже школу идти терпеть не пошел за молоком были симон феникс jz на клаве играешь или на геймпаде на геймпаде только на геймпаде болеет просрал нужен реванш нужен реванш ну чё что лагает вот а пива нет пиво вчера был я беру знаете какое то ли шишкин лес то ли сосновой зеленка затерпел донат пей ничего нету алерт нормальная самая вот последний и на пропитание косарь все ничего нету карлик твой донут ушел видимо в не бытие такое бывает иногда он все нормально работал а вот вот и все значит темная шишкин вор или шишкин лес пил такой пятерочки который выручает подается короче поехали жена укладывать детей читать андербраунд илья когда обзоры и аналитика на ванов терпитерий дебат сашпак хочу там обсуждать сами понимаете там была история . он просто как он же мог что-то настраивать если он даже не мог нищий пирог это лишняя провокация то есть она тем самым как бы показалось что вполне может его потерпеть интернет лагает может почему спросил по телефону говори давай значит он почему сказал про три месяца потому что она терпела два часа еще легендарный ливень продается 20 тысяч умножаем на два часа жора корни укладывает детей читает биборон значит 24 делим на 2 24 делим на 2 и умножаем на 3 месяца это 90 дней 90 дней 24 делим на 2 рашен благ аншаб дуле надо посчитать блин я не могу играть и считать какой-то чел моноте это 900 это 900 сколько 12 нет 1080 а вот майский праздник это ты нормальная смр ну терпильная математика ну потлачу не было работать никак не могу максинг 1080ти бу вы понимаете если говорит ну как бы масштаб если говорить THELP Час, то сорок три ляма. Сорок три ляма. Какой ты чёл, Вано в Москве стал керят. Бест Эпикоор Минзик, расскажи, каков был Ванамас в Гитту Системс. Терпел или был доминатором. Двойной Апостол. Он же сам расскажет. Артём Ютёнка в Потлач, а ты Боборов. Конечно. Итальян, терпильный майнинг. Когда начинаешь чат читать, вообще пробиваешь, конечно. Слушать даже. Ирдан, человек-мотылёк жестко имеет. А ты мил, мэн, человек-мотылёк. Давайте ещё раз попробуем. Какой ты чёл аудио РВГ КСТА. Давай. Ничего не знаю. Словак с КС-1, сейчас такая жизнь начинается, что за сорок три ляма я три месяца бы потерпел. Вот ты ляма. Найкита WL, потлацкое молоко. Он потлач Боборов с двумя спиногрызами. Не по-разумиски живёт. А ты по-разумиски живёшь? Ну, блин, потлац. Ну, ну. Да, опять идите же. Прихлопы, прихлопы. Ну, ну. Да, что ж такое-то. Ну, видимо, надо признать, хорошо играет. Подводское молоко, блин. Блиндерс, маслята набежали. Маслята, буздалек. Какой ты учёл карлики Оууу. Ирдан, уже выбрали школу для Лёвы. Конечно. Он уже всё в школу зачистил. Оуэл, тебя Ауди РВ предлагает клуб создать в МСЕ СТЕ с ним. Пускай, да. Рон, в другие игры совсем не играешь. Альфью, Ситя РВ сделал потлачь, когда будешь делать новый компьютерный клуб. Айтём Летёнка, школа терпения. Ян Кухол, филиша он сливает. Странник, открой Сауди новую Вайновую МАЭС-арену, только оно арена терпения, либо Енце Ел-арена. Блин, какие шутки. Блин, какие шутки. Найкида Дабл Верл, Лёва, будет учиться в школе имени Вайновэ МАЭС-А. Пол Туитман, надеюсь, не ВЭДЖ-школа на районе. Борислав Джекс, парни, не слушайте никого. Если вам хочется, то дрочите. Это одна из основных потребностей организма на равней среде. К тому же хуй, это та же мышца, и её надо качать. Мышца? Я смотрю, молодые патенты сегодня. Какой ты учёл Аудио Эрбой Терпи? Пуэлл в Кривом Роге Клуб Круга, как тебе название? По кругу, наверное, скажем. Солид Варкаль, а что находится в папке «Дети»? Максим, Илья, а куда делась та французская пациотка-крымнашка? О-о-о, она хотела недавно на стриме выйти в весенную, но я... Рандом чолик, привет, Илья, не задумывался открыть арену разумизма. У Аудио Эрбе есть подписчики, карлики придут. Аудио Эрбе может... Без TP4 Music, а смотри, он петальку натянул. Я предлагаю Аудио Эрбе со мной открыть. Клуб, он платит. Очень хорошо катаемся, получше прогрессу. На Сакмазде, чего красный такой терпеть много вредно. Идааска и Лерей, двойной апостроф. Ну давай, давай, давай. Борька, Биа, терпи маленький, терпи никаких реваншов. Хронт, про компьютерные игры на ближайшие лет 20 можно забыть. Великороссы скоро будут глотки грызть за продуктовые талоны. Уже не до развлечений будет. Я не думаю, что... Без TP4 Music, а смотри, он петальку натянул. А, нет. Стронник, давай открывай с Аудиенцией Эл-арену, хотя арена терпения будет чутка комфортней. Есть. Так, последний раз надо отрывать. Равно терпината, равно потлач. Привет от детей молодых импотентов. Самостная республика следит за тобой. Уэл-ауди-эр-ванье в Ано он терпить не будет. Да это вообще колумбай не будет. Какой-то чёлт-биаспорт. Соли с вафль не думали перестроить в Аномаз-арену в школу для карликов. Борислав Джекс, терпи, поклачь, терпи, хайче, хайче. Нет, 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 не надо. Блин. Слабак с выходил, а мы много терпить не будем. Мы чуть-чуть потерпим. Ди-и-и-и-и-с-нижнее, подчёркивание, и устрем, из-за них устремит. Борислав Джекс, каучни, б-о-э-с-к-о-т-каучни. Бо-э-с-к-о-т-каучни. Скоро, бро, осторожнее, потлачь. Ванечка сейчас тебя респримит и говорит, что сделал бы тебе фаталити и выбрёт в лотку. Поэтому с тобой кальником ты набежала. Но он не способен. Пускай он приходит, и он же у меня есть такие. Транник, пошла помидорка. Ес! На сахмаз, бэк, ванамаз, терпела, ты терпи. Да, да. Янку, колд, потлач, терпи, маленький. Боборов, посмотрите на это уэны, ща ю юэс, каут оба, зэу. Да, да, маслятый, лупенький. Джулия Валентального, хватит играть в игрульки. Беги быстрей к Ванюше Мирице и сделать арену 2. Нуля имени Льва. Нет, ну наоборот теперь должно быть. Борислав Джекс, пошла жара, терпи, терпи, родной. Рандом чолик, Илья Ванамаз, опять на тебя огрызался, не хочешь ему зубы выбить за это. Ну я ему хочу сказать, что он там что-то сказал про камеру. Какой ты чел, потлач, его такой красный. Я говорю, Вань, ну если такие у тебя претензии. Карлик, вафляжуй, терпение в каждом ударе. Если ты говоришь, что на клубе боялся до уголовки, до уголовки в клубе боялся дойти, значит у меня к тебе вопрос. Почему же тогда, дорогуша, ты... Илья, подскажи, как устроиться в вертум сетям. Подскажи-то, дорогуша моя, почему ты сейчас смотришь, почему ты, дорогая моя, ванамаз, когда мы были у Натальиуса и закрывали их, и почему, что мне ее не выброс. Ой, Файр, потлач, ты не устал терпеть эти комментарии. Ты же понимаешь, что тебя и твою семью попускают. Нет, я ничего понимать не устраиваю. Илью из нижней, подчеркиваю, не экстрем. Равно, пощадил потлач, и равно. Пощадил, да, ну не погоди. Уэл, ванно угрожает тебе глотко выгрести. Сколько терпеть еще будешь. Давай в Москву. Его нет в Москве. Солит вафель, потлач, не боишься, что шпачиха придет мстить в школу для карликов и переебашек всех. Перфект. Пирган, Дюшимицу лучше выглядел в третьей части. Вот и все. Без Тэпик Уор Мьюзик, Ванамас сказал, что ты терпел вирту-систем, а он доминировал. Да, ну... Пускай он найдет свидетель. Пускай он найдет свидетель. Пускай он найдет свидетель. Пускай он найдет свидетель. Я по свидетелю-то находил, кто... Копчак, как тебе идея Чак-арены? Вот. Я не знаю, как свидетель. Ни одного, несколько доходов. Скоркроу Ванечка рестримит и говорит, что просто пощадил тебя на арене. При следующей встрече выгрызет глотку. Я готов с ним встретить. Илья Ильич, включи свет в глотку, не видно. Привет от детей масла. У него нет детей никаких. Семен Максим, маслаков стерпел и потлатом убелел. Что ты можешь сказать? Сынами потлачь. Наше терпение заканчивается. Скоро мы тебя прострижем. Равно терпинатор, равно Иван. Глотка здесь. Забыл все. Мальчик. Масакман, где такого быть Герасман, для воровки Иван. Борислав Джекс, глотка Парацлав, приеду в Сапелине Хаиле. Любимый, моя красавица. Он же говорил, что у него новый проект будет, да? Куптер Пипа, Тлачтер, Пипа, Тлачтер, Пипа, Тлачтер, Пипа, Тлачтер, Пипа, Тлачтер, Пипа, Тлачтер, Пипа, Тлачтер. Какой ту чёл, бабка, проси прощения у Вадька, то он глотку тебе вырвет. Ну да, 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 иди в соматке расскажи мне. Джулия Валентайнова Наспасёт повелитель терпения Ванюша твою потлатую душу Добродетел Люборин читал масло блять Артём Ютёнка Хули лайков так мало Хуэлл, давай к Ване В Москву будете на РЭБО И соохотиться Он не ходит, он не в Москве Если обезьянка Вот эта мартышка, которая Королёвская Который сейчас смотрит Слышь обезьянка Если ты так скучаешь Там смотришь стрим Маслят мне засылаешь Дорогой бывший Дорогой Половой партнёр Пожалуйста Приходи АРЭ1М0НДИ Как тебе КЛЛАБ САУДИЕРВИ Саша ПЛК Посмотрим, кто из нас будет терпеть Ты же у нас тут мать Да тисни Рано Не слушай их всех Это хейтеры Я одна тебя люблю Я хочу, чтобы ты взял меня на ручки А я буду целовать Твои длинные конские волосы Мы будем вместе Пожалуйста Покажи пупов Я тебя правда люблю О, раз Я удивляюсь, конечно Когда Турдомец происходит Ты послал соли Ты вообще кошмар Выгрыз глотку Мы уже поняли Саксэсфул бизнесмен Ни Боборов И ни Каука ОЛД Боинг СБА Я тея глотку Сожду за Ванюшу В карлике всех стран Жрём его глотку Пошёл Ладно, всё Хватит под лачок Ошмурить Так, короче Секс АСМР Ну чё, пиздень Давно я не трахался Бля, уже неделю Нахуй Палётся уже Вся горит Просто нахуй Так, пиздень Бля, давай по-бырому Бля Хватит уже Давай по-быстрому Ёбнёмся Нахуй, бля Без этих всяких Долгих прелюдий Бля Так, дай-ка Я тебе сиськи Повну нахуй Так, дай-ка Себе повну нахуй Ага, окей Так Мну тебе сиськи Вот ты, сука Бля, дай-ка Пожру твои сиськи Ммм Пиздато Пиздато Сиськи Ааа Какие соски Пиздато Бля Какие ноги у тебя Ммм Охуенные ноги Бля Сука Раздвину нахуй Бля Шлюхой Бля Щас тебя Ой, ну нахуй У тебя Манда болеть будет Нахуй Порву её всю В пизду Нахуй Размером Бля С московскую Канализацию Будет Ёбнёмся Так, пиздень Скидывай Давай Хватит тормозить Процесс Нахуй Так Макарлик Уже Так сказать А то сейчас заряжу Нахуй Сука я открутил я открутил сука ну сука руки тебе сломают пизда ебаную, ты чё сука спротивляться будешь, я ебала ебала получше, нахуй готовься, пизда ща, блять, нахуй атомная сперма, нахуй, прилетит лава, нахуй, блять ну сука, ну сука, ну сука, ну сука, ну сука ну ха блю, бры, на живот ложись, сучара, ща я тебя буду сзади рвать пиздень твое нахуй ну сука, нахуй, сука ну а сука, а суку, а сука а сука, блять, а сука, а сука ну а сука, все, бля нахуй, кончать буду, побырвали а-а-а-а-а-а да, дедка, лава 今次ъебала пару раз нахуй, насслаблялся но умен карлик чё там терпение продолжаются а чё такое место эпику music ванамас сказала что бою у тебя нет шансов истальян маслаков говорил что не детственник борислав джек если бы любовь была с поцелуем расцвела на глазах не слеза ночи полная луна ты не видишь в небе море ты только собой доволен поднимаемся со дна если бы любовь была если бы любовь была солид вафель из компю ну вы даете как хочется быть милой с особенностями я только что проснулась вообще пиздец она сейчас 22 54 да похуй не в этом дело открываю значит я на телефоне своим прекрасным любимым youtube захожу под свои видео и вижу вот вот но вышло видео буквально два дня назад 646 просмотров 62 лайка гос новые комментарии это пиздец я зачитываю гео 16 минут назад буквально можете почитать сами блять тут нихуя не видно можете почитать я надеюсь это они не удалят как же хочется быть тяночка как же хочется чтобы все мои беды а были милыми особенностями прекрасно не все читаем дальше терпим респект николаев триста тридцать семь восемь минут назад фур двести сорок семь терпим маленькие блять карлики вы попавшим фронтам атакуете вы еще ебнулись блять я же заебусь перед всеми оправдываться из-за вас додиков потлачат кошмарите теперь эту девку вы чё блять угомоните таланты малыши а то мне вообще стримить придется прекратить стримить нахуй вообще ничего кроме православных молитв смотреть не будем читаем дальше терпим респект давайте еще раз гео 16 минут назад буквально можете почитать сами блять тут нихуя не видно можете почитать я надеюсь это они не удалят как же хочется быть тяночкой как же хочется чтобы все мои были чтобы все мои беды были милыми особенностями не все читаем дальше терпим респект вот она только что выпустил николаев триста тридцать семь восемь минут назад фур двести сорок семь терпим маленькие александр остается только смириться так что терпим ротная под видео я говорю о том что разговариваю сама собой протяжении всего своего времени разговариваю весь канал это был сутки что я разговариваю сама собой не нужно эту информацию делить вопрос к первому приятию какие красные флешки первые да какие красные флешки то что человек решил рассказать о том о чем реально мало кто рассказывает у нас вот скажи какому нибудь челу типа ой я разговариваю сам собой понятно милый особенности я бы не все сижу какие милые особенности я не кости не похожа на ту самую милую тяночку как которую блять хочется хочется взять посадить на клетки и грязь не в дот мне не такой человек меня видели я мне кажется какие милые особенности блять какие я пишу и причем коментарии ребенка блять вот этот вот гео написали четверо человек видимо эти четверо человек друг друга и лайкали потому что что-то вот особенно много вот очень-очень очень много комментариев комментарий лайков извиняюсь от одних и тех же людей на эти несчастные 4 комментатор 4 я ебала нахуй ребят поясните пожалуйста что вот за мной такой плохой я такая плохая что терпеть что мне терпеть то что разговариваю сама спатья не иисус чтоб терпеть извиняюсь я хотела об этом вам рассказать что в этой проблеме мало кто говорит я после этого узнал о том что оказывается не я одна такая что пиздец не я разговариваю с собой сама собой не одна раньше я играла с воображаемыми друзья я пыталась объяснить видео блять то что происходило со мной разговорное видео у меня почти весь конфликт такой и что было непонятно этим четырем людям нахуй терпеть что я рассказала а терпеть что это нахуй я вспоминаю мем ждуны нахуй ну те кто помнят блять вообще это ну вывод на эмоции типа рофлят чуваки потеряла смысл слов миленькая особенность к счастью если бы любовь была то карина бы дала терпи карлица терпение из подволь свое возьмет любишь блинчики ну или может тебе макарошки с нищими сосисками кланяйся карлица карлики терпим биокарлики терпим нравится не нравится терпи красавица ванамаз терпел и тебе велел терпи терпи это не я это был не я ну вы даете блять что мне ждать кого терпить чего терпить себя терпеть ну ладно себя терпите себя isto у меня проблема с психикой охуенная милли셀 особенность такая ленка до меня домогались такая миленькая особенность я первую насчитала кипать как миленько проблемность с общественностью такая проблема такой не может ли в лес и ребята паги puedas особенность это знаете как минут мне бог с бонусом просто подарил сказал вот это будет твое клеймо довольноенькое особенность sprite не вот из-за этого я пописали дипиттера Estoyreescend Посмотрите все мои видео. Буквально можете конец пролистать, а там более разговорчивая. Пожалуйста, посмотрите, почитайте, поясните. В чём прикол? Я не понимаю. Прям, я правда не понимаю, в чём мем. Чего терпеть, кого терпеть, чего терпеть. Там буквально эти несчастные четыре человека потратили минуту своей жизни, чтобы написать, что я... Спасибо, что считаете меня милой тяночкой, мне очень приятно, но вот что за красные флажки? Я, честно, так и не поняла. Я что, я абьюзер. Я пизжу людей, я насилую маленьких мальчиков. Я извиняюсь, кто я? Правда, блядь, у меня, сука, большие зречки, это кринж. Всё, что, что? Миленькая особенность. Нюхала такая миленькая особенность. Я не знаю, я когда-нибудь себе в статусе напишу, миленькая особенность, блядь. Которая является красным флагом. Красным флагом чего? Больного человека? Да, я знаю, я больной человек. Я неоднократно об этом говорю. Новый карлик и вообще, блядь. Больную карлицу довели. Тесака, знаешь, терпим. Прими базу терпения, терпела. Да просто такие шутки у карликов. Нет утилизации карликов. Молись Абдулю. Читай Бибарану. Терпение козлят. Комедия в цирке со львом. Инспонсирован игровым клубом Банамаса Льена. Мои друзья знают, что я больной человек. Психически, физически тоже. Что? Вы мне сказали то, что я знала? Что? Миленькие особенности на этом что? У вас не закончились? Можете мне сказать что-нибудь? Так я, блядь, правда, не понимаю, что в глазах у меня комментаторов. Что у вас в голове, блядь? Вы вообще, вы вообще, вы себя, вы вообще, нахуй, вы пишете незнакомому человеку, это ваши миленькие особенности? Да они воськи. Если вы думаете, я романтизирую депрессию, а как мне ее романтизировать, блядь? Я не знаю, я сейчас снова буду шутить про Альберта Кабу, извините ради бога меня. А может быть, это и фанаты Альберта Кабу, которые ущемились тем, что я шучу, что это типа Самияги. Может быть, простите, пожалуйста, ребят. Вот почему другие люди Роффл выкупают, а будут такие вот с миленькими особенностями? Нам и додики. Как так? Это пиздец? Я даже это монтировать не в похуй. Я высказала, как есть, ваше дело. Смотреть это нет. Жизнь с миленькими особенностями, боже. Какие миленькие, мне так нравится. Да какие, блядь, набеги? Я даже ничего не говорю, блядь. Сами пишут им. Карлики. Я просто могу сделать так, что я на неймерские видосы смотреть не буду, чтобы подобных набегов не было. Особенностями, господи, пить таблетки нахуй в огромных... Да какая миленькая особенность страдает... Чё там у потлача? Терпение по расписанию. Выходи на ринг, сломались. Сын автобусной остановки. Десять. Тебя Ванюша по Москве ищет. Гасись в туза, бабка потлата и разумист в Сиаруси уже идёт. Да. Спасибо за донат. Всё так. Так. Терпение, ребят. Процент стал скучный, никому не интересный. Ох. Так. Значит, разберёмся теперь. Что тут происходит и почему в чате такая вакханалика? Подписчики. А, нет. Смотри-ка, все подписчики. Кто может отправить сообщение? Действительно. Пак, пошли банить. Угу. Вот человек через репрессии пошли. Выходим на ринг, сломался. Я лайк прожал. Да. В бан. Никакие ринги не пойдут. Вот. Он пускать деньги платит за всё, что значит, за моральный ущерб. Бань, маслят, баню. Ваня испугается ринга. Да. Так. Дальше. Маслят, бан. Правильно. Сегодня 10 лет обдуловере, кстати. Неправильно. Неправильно. 3 июля было 12 лет. Слушай, не моё дело, конечно. Но масла скажут, что за 50к тебе в арене пары затарены нету. Заблокировать. Так. Бан. Терпение, любят. Так. Ща мясо жарю, варю. Потом пиваю. Потом запуск. Что делать? Делаю. Так. Значит. Давай-ка Калица уберу и против Симбы. Вообще. Поправочка. 12 лет обдуровали. Правильно. Фиш. 10. Абдули терпели. Чеченцы с мелочью терпели. Все еще терпишь. Шпачиха терпела. Заблокировать. Так. Чекила терпел. Тиндерович терпел. Потлач терпел. Ага. Солевые терпели. Ну, как терпение. Сколько вас терпел. Ну, подправочка. Может, хватит терпеть. Ну, подправочка. Пора льву дать потерпеть уже. А то 40 лет ни разу не терпел. 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 Не переживай. Все. Ох, сколько тут. Вот. Ну, это просто бесконечное количество донатов. Залью теперь донат. Да. Ну, как теперь Ванечка. Да. Платили не надо таких. Господи. Король лев. Симбу не жалко в банк. Орк маслиц. Хватит. Десять от Ванечки. Тогда запуск Ваномос Арены 2. Терпи. Так. Терпи. Так. Терпи. Блокировать. Терпи. Ребеночек. Так. Бан. Баянчик. Ну, смешно. Откуда столько людей. Так. Ну, и надо их всех перебанить. Интересно. Мел честь. Да и все. Так. Заблокировать. Любая бомжа-провокация. То есть, любое упоминание сейчас бомжа. Значит, это будет бан. Я вам сейчас говорю. Точно же. Просто как мухи жужжали. Меня мучили. Все. Значит. Заставили терпеть. Играем дальше. Сейчас ждем пока просрутся. Они вот. Онлайн спадет. Давайте валите отсюда. Чтобы онлайн был поменьше. И я включаю озвучку чата. Валите, валите. Нет, на донат нет не будет. Нет. Никаких ответов на донат. Вэволон 10. Терпи старая бабка за 10 рублей. Унижайся в аномос арена в ванне. И масла ты их развела судьба. Арена в ванне. И масла ты их развела судьба. Терпи старая бабка за 10 рублей. Унижайся. 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 Терпи, терпи. Терпи за 10 рублей. 10 ванамас идет за твоей глоткой так бан поднять минимальный донат нет нет минимальный осуждал раз маслята пришли той лайки прожмите да то есть вот так нужно продолжить просто пишите тебе хорошее сообщение без определенного места жительства люди задели фиш 10 онлайн повысился новые карлики пришли быстрее бан бан их бан бан быстрее хватит терпеть этот онлайн доход не забан их всех странник поднимай донат от 100 рублей не нужно это не они так не делали я эти я и дети люди бедные как бы надо дать им просраться возможно может быть у них и здоровье повысится джо бенсон ноутбук не перегревается в жару нет он не перегибал не при не перегревает чела бы качела в кович угрозу что на самом деле ноутбук не тянет одновременно из них есть нижние подчеркивание экстрим за такое разы бы она никогда не ноутбука ну разуме из потлач ну разуме из нахуй ему два ноутбука он же три стакана на сек три стакана на секе разве проге программируют блять на ноутбуках поясните который кстати на минуточку уже проработала блять какая миленькая особенность какая миленькая особенность боже она была типа ламповой тянкой какой кринж вы несете ничего ребят вам не стыдно серьезно вам не стыдно писать это в интернете ладно вы сказали что вы не любите таких людей как несчастные 4 комментатора которые это написали боже прям ты не настроение что является я не знаю я что-то первое время посмотрела что-то и думал так может быть это мои мои друзья которые ни хуя 93 коммента ну вы блять маслорез терпение труд все перетрут смотрим милые видео восхищаемся особенностями думаю моя жизнь трагедия оказалось терпение терпи малышка карлики идут говорит говорит с воображаемыми корешами забей закрой комментарии не обижайся на нас карликов если бы любовь была респект их топором общаться может это они с фейков пишут думаю нет интернет такая штука веселая я прощаться не буду потому что эти люди это посмотрят на да посмотрите потому что у каждого что-то миленькие особенности вот я отвечаю людям вот ради вас потратила 10 минут своей жизни из кармана мне для вас не жалко правда вот у меня такая миленькая как там трэд на 2 ч он живой сколько уже нахуярили постов бля везде везде карликовые фронты работают от каких-то рандомных баб заебывают каких-то потлаковых на 2 ч уже армия блять вот школьники сейчас на каникулах делать нехуй они начинают задрачивать блять окружающих я это понимаю с миленькими ребята желаю вам самых миленьких особенностей очень миленьких очень да уж блять масло бомбер идет за тобой кариночка терпи потлатая бабка задействует сопротивление в каждом шаге бомжи уважаешь блять вы сейчас и ролик за бомб эти что он реально просмотров наберет муж тысяч пять даже уже 270 коммент просмотров у нее он самый популярный ролик 1300 вы уже почти 300 просмотров и накрутили ну вы даете карлики мы не по годам ладно чё там как всегда выпендривался ну вот теперь терпи от ноута терпи терпи уже айтишник как сия константин глупости ты говоришь потому что я сейчас вот на даче и взял с собой ноуты могу постримить так что терпи спасибо за 13 постов вот плохо правильно я покакал и а пока к 20 посмотрим что тихий смит чего там разбана рыбки уже не будет 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 я не знаю аккаунт что там разбанить можно разбанить если там будет там специальный донат или что-то на разбан от него сообщение от идентифицированным так сейчас мы заходим смотрим на статистику на сообщение транзакции финансов она москве . сын остановки мы 10 килограмм ролики а вот такой вот про ролики до смотрите вы пиздец заход окна марк деноцификация пошла он опять озвучку чё-то включил сейчас я ему напишу чё-нибудь в счет мстящий боксер помню этот трек бля пять минут надо быть подписанным карлики чё занималась так ой не то нажал ладно он встает малыш встает скала чего там на этом ролике комментов добавилось львенок злится терпи маленький ведете дедушку колумб бедный львенок чё-то дальше спать на тряпках самое главное не стал терпеть сразу знаете бывает такой типа будильник играет ну ты терпишь надеясь а что он выключится но вон сука не выключается и приходится просыпаться а таки а таки здесь львенок же тогда отравился икрой львенок так даже отравился икрой человек отравился перетерпел отравление вы его так заебываете с тряпок спасибо даже у него есть тёлка нравится hard stone у меня 6 легенд нет я в hard stone не играл никогда какие-то карточки меня это не то не интересовало до детальман до его тёлка она же из-за денег знаете что это такое инфекция передаешься половым путем это пишет на остановках или вы имеете ввиду как в америке лгбт родители 1 и родитель 2 я очень продвинутая тетка а еще только не знаю что такое лгбтк плюс к плюс до постоянно мужчина он гулящий дома терпимости тому подобное если бы девочки не принуждали их жениться то они бы не женились но и не нужно жениться вообще совершенно теперь вот точно не нужно вот современному . давайте попробуем с вами все-таки найти хоть какую-нибудь пользу может быть хоть одна причина никакой не знаю почему не знаю недавно развелся поэтому пока нет точно никаких для того чтобы его жена была его собственностью как собственность а зачем туда расписываться чтобы капитала объединять брак только для богатых и это много раз говорил повторю еще раз брак только для богатых новые связи связаться с какой-то семьей крутой абрамовича и березовского например до объединиться обженить детей вот это есть смысл она нет смысла чё нам объединять тряпки блять с пустыми бутылками или говно с мочой не работает так да династический брак как было в старину в средневековье когда между собой женились дочеря и сыновья в всяких правителей чтобы наладить отношения между государствами то же самое и любовницы одновременно но ведь это все может быть и без заключения официального брака а свадьба продолжается в чем причина видите ли в чем дело брак это святое а сейчас ребята молодцы в наше время такого не было сейчас с одной пожил потом с подружкой пожил потом с подружкой подружки пожил отлично не знаю это все-таки круто нужно все-таки дома кто-то приходит мы приходишь с работы от жена дома что для пота но и женщина то может с тобой жить и без брака такое тоже может быть ну да но загс это не для нас это для вас я сам как я встречался вот именно это для баб чтобы держать отчет перед родителями и семьей ее что вот наконец замужем скоро ребеночка родит на них же тоже родители дают и общество что вот машка-то одноклассница твоя уже замужем а такая страшная была ну вот а ты все в девках ходишь вот тут и вот это капает капают и вот таки прогибают своих додиков на замуж на женитьбу самость отцов это волят козлов 90 без хотят в бойку зачем женился я не знаю заставили не так было да то есть люди все равно живут вместе это просто юридическая формальность как вы догадаетесь но для мужчины плюсы не знаю девушки не будет приходить куда он имеет виду в инсталис просто а что девушки видишь с кольцом и тогда уже к себе не подходят это же минус но для него это плюс наверно для кого-то ну да я вот первого марта женюсь как здорово и причины что вас подвигло ты не знаешь скажу ли что-то новое любовь всегда любовь только любовь вот прошло три года я надеюсь этот чувак не лишился квартиры ну или других материальных блок одно из направлений смысла жизни потому что вот если не завести семью у детей не быть браке то зачем тогда жить на что в доту играть ничего же ведь ну вот мы и собрали для вас все самые интересные мнения своими мыслями делитесь в комментариях меня зовут я на таран и до новых встреч так что так что так как я прайсиси а вон прайс внизу прайс снизу прайс внизу там присесть кстати если кто-то это хейтер у нас ну вот если это святые люди которому лак поставил это только святой человек потому что он понимает нас поддерживает а как понять того просто с экрана ну смотрит там глядит оценивать это тяжело бояться цветочек а остальные авторитубка вы блядь и делают плохое дело дизлайк ставят они показывают что не нравится хоть они не понимают они вообще на самом краю и может кто-то заходит ребят кто хочет здесь пожить в этом доме напишите плюсик в чате кто бы купил этот дом а вдруг реально есть люди которые захотели бы пожить там где живешь ты кто поддержит папа понимает это святые люди а хейтер это чертятов ну по сути правда вижу я все на них пластиковые опыт обои поклеены они в студии поставить фотографию хочу поставить фотографию судить и поставить видео если в одном и тут постельный баланс все нормально вы это ребятки вы еще не жили в таких домах когда заходит а там потолок вот прикидываешься на каждом дверей нет вообще в доме одна входная дверь вот и полу такой кривой и вообще вот в каждом городе таких домов полно таких вы еще не жили о том говорите вы понимаете ребята вы думаете что так легко заниматься против что нет во-первых нужно все и загружать и подписывать не отмечать и пусть еще снимают что-то и то-то другое каждый день через день это все равно надо завезем это не интересен до кого идите кофе на эфирка цена резникова что вы ко мне приписали я совсем с ним не знался хотя неплохой пацан и пью ничего крепкого на работе никогда не пью на работу хожу ну я не ланделон извините пожалуйста завали сам ебало афганистан люблю афганистан слава украине великая слава украине ехал батя балдежа из чулы мою черногорку но не доехал а почему то просто пиво да ни хуя с баром бар сдох все резников просто меня потыкают рядом хуй бы дождался бы быстрее бы трахнул все это херня мне в 60 лет только до этого и добираться чтобы сосать и ебаться с кем-то да нахуй мне нужны кто-то у меня свои понятия правильные понятия по которым вы не жили никогда пять лет отбывал за государственное хищение имущества магазины бомбил свое время в советское время пидор ты меня ебал ты меня не ебал почему ты меня можешь вообще обзывать пидором если ты меня вообще не не ебал пускай пускай я су курага здравствуй 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 во все как говорится от души геем геем не был я всегда мужик матя никогда не нагуляет это мой родной сын кровный кровный сын кровный сын за которым мы сильно заботились за которого сильно старались а контент у него это ему выбор балдеет как хочет это его обалдеть чё-то мы за это упрекает и там под лотова чем-то ну какая будет таким глупостями занимаюсь так значит какие у нас были сердцем и добровольцы заплачет и правда что ухта хотите потлача то заносить адену на потлача карлики так это закрываем куда-то настоящим людям давал день я давала на которые сидели вот у нас на вокзалах бывает сидят как я тоже давал и все мне терпят тысячами давать которые просто так да ты так мутируешь да ребятки вообще-то чертята всегда так говорят не все хейтери которые материал обзывают ругают они обзывают не от себя а с чертей у себя так что ребят не хейтери дочеркята потому что они обзываются чертей внутри потому что ну смысл как говорят многие вот эти предсказатели которые вот эти то что ну как бы сказать вот теперь люди это те кто поддерживает лайки ставит понимает люди а вот эти чертята это те которые обзывают матери а другая просто ну даже не зная просто по видео а что по видео узнаете так что кстати у меня правда 14 метров реально вам говорю и я не знаю кто это может показать про тебя никто не докажет за на 14 метров мы ж мерили вместе кто будет угрожать сразу в чс нашу это раз во вторых уже сколько занимается 5 лет будет 3 июля так что то угрожает тот угрожает всегда 5 лет да вообще-то черт ну вы обзываете материть и рука ну кто материть не понимает обзывает понятно чертята вы обзываете а говорят еще не надо обзывать я чертятами называю ничего но чертенок это лазково сказано у вас черти говорят вот эти слова негативные после нахуй соседи хуи сочно вот это точно чертенок он говорит как ты измерил свой корнишон то что 14 сантиметров но это пришло то на если у тебя не стоит шведская семья сейчас называется полиамория красивым словом полиамория раньше это называлось просто шведская семья я гадалка на картах и карты предвещают ваню уголовку за изнасилование крупного рогатого скота возможно он на белок дрочит можешь также пригласить на стрим они он тогда повесятся для чего сосите хусь злые люди конечно видите прям рука зачесалась ну ты злой потладь же я знаю картами увлекается карт карты там знаки зодиака звездные там календари всякие тоже его тему ребятки у меня нет у меня станет еще как ребятки а он все равно продолжать стоять как скала бля это чертенок прислал это ему зависть говорит я подписываю сам 2000 с 2016 года тренулы 2016 года 3 июля когда я только-только начал не было ни единого друга ни одного друга не было я играл в онлайн игру и потом мы как-то мы подумали надо как-то развиваться продвигать вот если тут туда-сюда я не было ни единого друга ничего я просто стал снимать создал этот канал обучился без вопрос карлики насколько оцениваете то эту бабу тем более если есть ее файлы с онлесом спасибо если есть ее файлы с онлесом я думаю там много интересного 7 6 5 3 4 5 3 5 4 6 7 ну не знаю я бы поставил в принципе давайте сейчас другой ролик включим какой нигде ну вот этот например ну чё она типа лицо у нее не прям там да супер но она так то ухоженно выглядит без прыщей и макияж не стрёмный не знаю я бы и семерку поставил даже 7 с половиной карлики вы хотите делаете можете на меня обижаться но я поставлю 7 с половиной даже реле хоть у нее лицо и так себе но типа не знаю выглядит она презентабельно скажем так чисто из-за презентабельности внешний можно накинуть но надо фигуру всегда смотреть обязательно так это потом продолжим заставок учился я учился не съемки видео хотя бы час а как создать канал написать все эти ставят а потом уже сам дизлайков много потому что наш мир захватили чертики это хейтер который людей не понимает а просто непонятно просто кому попало просто оставить и звать и даже не понимаю никого так что чертики захватили все блогерское пространство святой человек руслан написал ни хуя донаты по 20 рублей вы понимаете саму суть я просто образно скажу мы живем вместе девять месяцев как скажи мы живем вместе девять месяцев и тут спрашивать не надо мы живем девять месяцев в одном доме в одном помещении на одной кровати ну ребят и вы чё совсем что есть чертики они во первых они могут наклеветать на человека чертики потому что им приятно когда всякие гадости враньё клевещики на какого-нибудь человека так что чертики пишут всякие гадости хейтеры чертики всякие гадости пишут вы можете оборочить человека можете обозвать обматерить можете назвать самый кринш это когда он бар открыл в обострении к вида блять это просто был ёбаный стыд я не поддержка не понимаю что это просто враньё люди взяли мой голос бар в какой-то пром зоне блять еще всяким моим голосом наговорили гадости моим голосом это и записали 21 веке живем в 21 году взяли мой голос мою интонацию специально наговорили вот это у меня столько сочинять у меня диагноз работяга я пока я снимаю видео содержу семью стараюсь чтобы в доме все хватало вот и все что чертики это завистники которая зависят как мы живем мы счастливы мы довольны мы радостны а вам не нравится что мы довольны и радостны вот чертиками не нравится потому что чертики питаются плохими эмоциями да где изюм ребятки батина в комнате привет кафе идет уже в плюс до кафе просто идет бумаг там короче в кафе так мы иногда когда приходим я иду с инспекцией катенька но мы когда идем с инспекции туда там короче несем петро в левой руке мешок во второй руке а там получается мелочи очень много много денежных бумажных и получается катенька держит мешок а я держу ведро все правда и купили с вами мешок там и пяти тысячные даме двухтысячные просто мешок прикладывать по всеми вообще-то ребят презервативы лопаются вот вами секрет того что рождается много людей что кто говорит вы вообще вы слышите звон и не знаете ты есть это пишешь ты предъявили личного доказательства того что я это говорила своим языком своими дубами своим голосом что я говорила что мне нужно каждый месяц 30 тысяч будет где я чтобы где-то так что давай ой завстрий привет привет завстрий вот кстати человек у которого 90 процентов аудитории хейтеры это гетельман я о нем забыл вот еще один пример вот ванамас талян симонов ну нет ванамас талян вы джилинг кто еще есть такой вот вот наверное бы джилинга с гетельманом можно в один ряд поставить у них у обоих 90 процентов от хейтеров тупую ванамаса все-таки поменьше поменьше там просто тролли есть габзавр еще вода гетельман габзавр в джилинг это вот люди у которых подавляющее большинство аудитории если не вся это тупо хейтеры ну стропа нет за да ну стропа нет за он такой уже полудохлый мне не знаю что делать . . . получается варень чик ты про то я ничего не пила еще раз заново по первых мне не удобно презерватива ну реально потому что во первых презерватив он то больше то меньше они у симонова тролли обычную там половина чата это люди которые у меня сидят и у в джилинг и у ванамаса там же одни и те же по кругу ходят ну ладно ешь ребятки рыбу нужно сосать да да ну раз уже сисатый нюкал без тюлькати вруна навоняет дына больше коси сисалок 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 вонючий перо качухи ездят свину по лесу сисалок 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 вот думают и ходят они думают про трассу пусть они думают про трассу я чаще саму ферация доказывать буду причем пограничник это другое там сто процентов хейтеров блять я бы сказал даже не 90 я продал я проведала что это не так и про детей я не спрашиваю про детей я говорю у меня нет детей они все равно пишут что у тебя ребенок я говорю у меня нет детей и они все равно пишут про детей в Кулыми на трассе работают уже лет на то самое очень никто не обижается конечно с Кулыми я говорю про гребу про яг野 аутист по-моему но он не шисс а именно аутист Нет. А почему ты это пишешь? Значит, ты сам решил, что ты завидуешь. Те же никто сейчас прозвольствует. Ответил ты этому? Услан Геев, ты гей. Да, это то же самое, что мне про трассу пишут. Угеев не встает, у меня встает. Зачем? Твердый, кстати, твердый. Это чертята пишут. Вообще, кто же пишет? Слово жена чертята. Четырнадцать сантиметров, это больше, чем у Вази. Ты все уже ответил. Вот чем-то больше вы так говорите, тем не будут больше так писать. Я же тебе говорила вчера. В Вази средние где-то 9-10, а тут 14, это больше. Это же иди по России. Все, что болтает, вот эта броневая гадость из пятенок, клеветание. Такие, что у меня обрубок маленький. Ну блин, как не неприятно. А вот за такую коренью вообще в честь несу. За это никогда. Разбана не будет. Тебе здорово. Спасибо, милый. Хорошо, что, ребятка, всем вам. Счастья, радостью, удачи, грнежа. Так, идем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, хожу по банану в презиках. Так, здесь 5 минут. Поехали, маленькие. Привет, привет, привет. С вами Катиша Алла, ютуб-блогер в Санкт-Помер и Немножечка Инженер. Привет, мои красокотишки. Красокотишки. Красивые котишки. Красивые котишки. Окей, сегодня я поговорю о цене продвижения. Я почитаю фейерские комментарии. Я расскажу, что прописывают личку. Я расскажу про кринжовую секс-подработку в теле-пространстве, если на днях буквально было. Расскажу еще немного. Телка Гетель... Чего? Телка Гетель, она демона из Тупосплэш похожа. Она похожа на обычную тёлку-продавщицу-беляшей с рынка, если честно. То есть, несмотря на то, что она живет с Гетельманом, у которого 300 тысяч в месяц заработок, она от этого красивее не стала абсолютно. Ноль из десяти. О себе того, чего вы не знали. И что я еще расскажу, почему я подвинула в фонт. Почему я считаю это допустимым. Ну, что ж, начнем. Сегодня буду снимать на одну камеру, потому что хейтинг не заслуживает того, чтобы я снимала этот видос на две камеры. Делала многокамерный монтаж. Я столько наслушалась говна по своей съемке за последнее время, что все равно вы будете очень много сегодня смотреть на экране. Ульты всякой. Блин, такие прикольные. Ну, такие вот этого. В общем, мне будет помогать ноутбук. Я буду с него видеть, а потом в химодерже вставлять сюда. Сначала прочитаем хировые комментарии. У меня мало денег. Я сейчас никак свожу к концу с концами, поэтому подписывайтесь на гуси. Попробуйте, там, 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 там. И я открыла на массы подлаты. Я закинала папку, и я сейчас крем свои фотки. Вот я выложила пост. Эти тянки из чаяния приехали тусить за вас. И мне написали там много комментариев. Жирную свиньё на мясо, Парин Андрявов пишет. Ну, отмыть от штукатурки предварительно. Ну, не варианты, фотки, но я не буду своих видео, мне кажется, это не очень интересно. Я пишу, я послотками, как у тебя не выносила реликдикты в интернете. Всего куча челка, как-то неполно не доделали. Ты себя видела, покемон тупо губой. Покемон тупо губой. Да, я поставлю себе такой никуда-нибудь. Пункт назначения сауна из не снятого. Просто, почему нас назвали шлюхами? По сути, они нас назвали шлюхами в этой шутке. Почему? За что? Пункт назначения сауны из не снятого. Подъезд за мусоропроводом, КХА. Это вообще дешевыми шлюхами назвал. Это не тянки, это, блядь, коровы какие-то. Тёмка со мной на фотке весит, меньше 40 килограмм, наверное. Эти кулигаки тоже письюна хотят. Полтора выкладывают в алкогруппах, чтобы хоть какой алкаш клюнул. Доль страшно письюн давать. Откуси, мол, че, если бы ты узнал, как я сосу? Но ты никогда не узнаешь, потому что почему, Ивана? Я пишу, вы ловы, больные, на ваши дневные письма никто не позадится, не волнуйтесь. Просто какие-то челы сидят, решили, что я их васянский член, пиздец как хочу отсосать. Алкашиные, блядь, че. Самка Охка Абонарена, вес 90-115 килограмм. Я зашел к этому чему на странице, у него реально дофига полотоклорков. Я зашел к тебе на странице, у него реально дофига полотоклорков. Я зашел к тебе на странице. Слешный человек. Все, мне там писали, что я ебанно снимаю, блядь, вот, блядь, держись. Свиновное чудище. Это, кстати, уже не из этого паблика, это под моими голыми фотками. Они не голыми, блядь, такие, ну, поклонницы, короче. Я просто, я охуела, я написала человеку, что с тобой не так? Они ничего не ответили. Ну, следующая запись, где я сейчас спьем, фотка, которой 10 лет, реально, я нашла фотку, где мы целуем Джек Дэнилс. Эта подружка, Настя, подарила другой подружке на день рождения, и мы такие, ебать, это же было популярное бухло у всяких там трэшек, у всяких девчонок. Ну, в общем, он фоксился в интернете, и мы такие, ебать, что Дэнилс, типа, другой вискай, ааа, мы там все с ним перефоткались, у меня вот получились такие достаточно милые фотки, я их нашла, выложила, на что мне написали в личку. У меня будет отдельный, короче, пункт про то, что мне пишут в личку, но просто я вот сейчас это вставлю, чтобы было понятно, о чем речь идет. Я выложила вот эту фотку и написала, если выбирать, я же бухом и членами, я всегда выберу бухлишку. Ну, это действительно так, то есть со мной не работает вот эта хуйня, типа, ааа, напалить ее она даст, нет, нет, я так не обдувано, сексом не занимаюсь. Скорее всего, вот я могу дать, если у меня что-то плохое случилось, я могу дать, чтобы, потому что мне грустно, в попытке, чтобы не было так грустно, хотя на самом деле, нихуя это, блядь, не работает, потом еще грустнее становится, и ты потом паришься целый день, слили меня после секса, или не снили, ааа. Ну так вот, чем мне в личку написал? Привет, конечно, но после твоего поста, не дай бог, увидит твой муж, это пиздец, таких выкидывают, бухло и члены, ебать в канистры, да, в Челябе еще ты себя... Пиздец, пиздец, карлики. Нет слов, ой. Давайте, надо потлатую бабку еще заснайпить. Я должен просто защитить, был всех людей, я думал лишь о безопасности детей, но я не мог не предотвратить гибель людей на земле. Кому это надо объяснять? Уничтожение мира, чтобы не допустить, потому что всего лишь самолетик посадить. Я знаю, что он криминальный или нет. Абсолютная ложь, абсолютная. Ходит истрепитель, как говорится, один раз не хамас, все, кто Лукашенко, обвинят в пиратстве. Прошу внимания, данный факт для вас. Экстремистский патинканал, где формирует мой канал, уже невозможно исчезнуть. Мне спокойно, лжи, перешли уже все границы, и минируют мне дружить. Я так понял, что не хотят они дружить. Оказалось, предуземление, вот бывает уже совпадение, что один из них летел на этом борту. Совершенно оно в другом, я пробил все лично, вам это равно борту. Хм. Нам сообщили, что в карман на уму него тратину сотни тысяч тонн, скорее всего, подняли войну, что это фейк и бред. Ну-ну-ну. А если найду? Вообще, я правду больше не могу скрывать, зачем мне этот самолет, должны выяснить причину. Расскажу сейчас. Еще одно. Ну, я так подумал, здесь, в Беларуси, малых самолетов, нам нужен еще один новый самолет. Вдруг, за ним, я адрес Киен и Двинус. Но что ли, отлично, вот этот вот пойдет мне? Только не надо меня упрекать, что террористы вдруг стали писать сквозь, 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 сквозь. Скажем вам, айфир к вашему сведению. Я в одиночку перехватил у них каждую строчку, а мне вместо спасибо санкции. И ввели. Мы пытались спасти Европу, наши снова Европы в помощи. Я буду шкистом и ментам платить, чтобы дали мне много денег. Посижу опять на коленях, когда я не красиво умею, я просить. Больше не надо, чтобы я у тебя и сяду на такси. Только дело совсем не в нем, извини, ты не отчалывай. Я не буду с тобой дальше. Не прав. Сейф. Европа, из-за вас тебя б истерички. Над страной только не хептички. Откровенно скажу, что с тестом я привык. Так и буду сошить понемножку. Самолет, блюдя и картошку. Еще услышите, мой громкий чик-чик-чик. Повечи, не плечи, не устали, шевели. Погодите, не спешите. А возьми, как... Двадцать девять. Ну, умен. Умен карлик. Двадцать девять. Двадцать девять. Субтитры сделал DimaTorzok 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 давай корлик давай какой-то связь чё за свяло а сейчас вы battle text полить животные тебя говорятся о парни одна игра на легенду нихуя не понятно если честно выигрывает сам диктор не разрешают а если его поставить тем более тюбин фури мне пока не выигрывает а вот хп хп это очень хуя дает Он Гиена не убьёт А, надо поставить бейся, всё, я понял Поставил бейся, теперь кто-нибудь сделает Ура, вот у нас Да, ладно Я могу Гиена пробить, я пока получу Нет, Гиена отсюда Не, блин 8-8, Гиена, алло Нету Малча, соси Сосать, блин Легко Легко Быстренько, быстренько Ну, умен Карлик Легко 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 Ты не видишь в небе море, ты только с собой О, ну вот это база вообще Блять ВСЖ Вот оно ВСЖ родное Как я варю и пошёл, за дубы от тебя я забезла Хе-хе-хе-хе Как же я тобой помошёл, и ты поверила слова Хе-хе Я столько лет тебя бы того забыла Как раз я бы хочу в родичьем и вновь И у тебя родная взгляда Вторитет сидит Как принесу, как я застёл Вот этот мужик сбоку прям видно как терпит И во-первых терпит, во-вторых я думаю он боится что этот додик сейчас его может бутылкой ёбнуть там или ножом пронёт Хе-хе-хе Но он уже понял что ну всё бежать некуда, ни шагу назад блять Сталин приказал поэтому надо терпеть сидеть Хе-хе-хе Бежать некуда карлик Хе-хе-хе Хе-хе-хе Ёбнуться блять Хе-хе-хе 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 Самое интересное куда он блять едет ранним утром Вот это вопрос При этом он не выглядит как бомж Это бомжи утром едут попрошайничать на Казанский Как на работу из области даже Там из Брянска блять Хуярят Отовсюду блять В Москву Как на работу Вот Но вот этот блять куда он едет вообще У меня также загадка была куда бабки едут в 7 утра блять в метро с этими с телегами Куда блять Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе Бля ну это пиздец Надеемся на вашу трубу На автобаз На базар Надо еще раз посмотреть Терпим Блять 5, 6, 7, 8, возле дома колено. Бл***ь, это пиздец. Возле дома колено. Бл***ь, я бы ещё раз посмотрел, но время не ждёт. Им не устоять перед нашей мощью. 11 стволом. Убой, собаки, убой. А я всё думал, когда же ты появишься? Бл***ь. 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 В целом у меня есть гениальные идеи. Бл***ь. Диана, тебе Ig-кул替ают за рекламу 진� Staff Alive? Бл***ь. Попадешь в ад Реально Ой, кошмар Боже Кто это снимает Воскресенье будет, будет Расчет-сетет Круто, первый пошел Ну что, теперь преобразим наш символ Я готова У меня уже чешется пальцы Короче, Женя, я говорю, как есть Пацаны, вы нам не нравитесь Что? Вы выглядите как лохи, поэтому мы хотим вас преобразить Девочки, им преображение не поможет Кита, мы знаем, что мы говорим Ой, блондя, ты встречаешься со мной, не считаешь меня лохом, а я так старался быть крутым Просто ты как школьник А я красивая, взрослая девушка А ты как с детсада, прости за Я ждала, когда она ему это скажет А со мной что не так? Я же не ношу этот шлем от детского велосипеда Шон, мне не нравится твой стиль А что с ним не так? Он как будто бы с девяностых Жень, ну скажи, что не так? Я куплю то, что нужно Мы проработаем твой стиль Для этого нужно нанять стилистка Опа, девочки урели своих пацанов Обалдеть, советы в бане работают Нет, ну ты купила рюкзак на колесах Это кипец За тебя что, реально растет коров? Нет, ну не таскажи мне тонну книг Так удобнее Лай, ну ты знаешь Я тоже слушаю советы в бане Это странно, но теперь я нашу с собой Ланчбокс с полезной едой А не ех вредную еду в школе Лорен, не верь У тебя в ланчбоксе сладкое печенье Ты что, лазила в моем ланчбоксе? Вот блинки сойдут Сейчас будут ржать Моего рюкзака на колесиках Ускоряем шаг А у нас что, младшая школа? Это же рюкзак для первоклаши Это она по совету в бане купила Зачем вообще слушать советы в бане? Розовый цвет, главное розовый цвет Зато у меня не будет горбан Зато у меня полезная еда в ланчбоксе Ладно, девочки, не надо с ними разговаривать Идемте быстрее Ну да, ну да Полностью под влиянием бани Ну все, символ корпорации бани готов Красивый Ну а теперь в следующий шаг Нам нужно собрать как можно больше ненавышленников В нашу корпорацию бани Чтобы сенец левать мир, красоту и доброту Девочки, я уже знаю Кто следующий вступит в нашу корпорацию бани? Кто? В баскетболисты Да, мы А из такой вражи в такой красивый Он по-любому должен привести красоту в этот Ой-ёй-ёй, моя закат намного красивее Девочки, да ладно вам Все баскетболисты красавчатся Девочки, ну а теперь я предлагаю Вынести этот символ бани на улицу Чтобы он немножко подсох И лишился от неприятного запаха краски Ну что, теперь можно рассказать О том, что корпорация бани открыта Поняла, что бигдет на баскетбольном поле Он разрисовал нашу стену Ну что, в себя поверим? Биг! Я хотел ваше поле сделать красивым Получилось? О, пап, он что, решил знаю подружиться? Красоту здесь навести? Вообще-то мы тебя об этом не просили Разрешение надо спрашивать Не, ну что, так-то ничего Ну мы тоже хотели Просто все, откладывали, откладывали Пацаны, вам нравится? Баскетбольный мяч Бан, Кинг Это я Кинг здесь один, капитан нашей команды Кирилл, ничего себе подлизываешься капитану Спасибо, Тимур, я запомнил Ну все, биг, молодец У нас тренировка, значит, свободен, бацаны Можно я тоже посмотрю, как вы забрасываете мяч? Биг, мы сказали, свободен А наши тренировки зрители не нужны Ну я тоже хочу стать баскетболистом Эй, Биг, поосторожнее желание Ну у нас уже команда полная Так что попробуй со своим ростом в футболе Может, тебе реально в футболе повезет? Спасибо, пацаны Я думал, мы подружимся Ох, он и бесяч Эй, Биг, ты больше мои подарки не призваиваешь Да ладно, пацаны, забейте Давайте играть Ребята, скоро вы узнаете ошеломляющую новость Стелла, можешь нас поздравить? Символ корпорации Банит готов? Чудесно На самые лучшие 100% вступят в вашу корпорацию Корпорация? Диана, а я купила себе ревзарные колеса, как ты и советовала О, капризная, вообще-то я шутила, у тебя все ок Диана, плачбокс с полезной едой, мне так нравится Видишь, Диана, наши советы слушают Ну это значит то, что корпорацию Банит захотят всем Корпорация Банит Да-да, корпорация Банит, тебе не послышалось Мы примем всех, кто готов вести доброту и красоту в этот мир Мне нужно вступить в корпорацию Банит Тогда же я не буду говорить, что мы... Илья на меня гонят? Да ладно Где я, Патлач? Че он там? Че он сказал? Упс, бывает, почувствует, что с невозможным Блису А че-то он молчит Опять меня напиздели, блять Ой, да я готов включить че угодно Лишь бы эту хуйню не смотреть Блять, это же говнище для детей, блять Вот программирование Это блять У меня уже мышка из рук вываливается Руки дырявые Но если тебе кролик не зашла ваха То на, кушай, мой маленький Мой хорошенький Опять говно какое-то будет Сигма Так, ну через час я уже буду заканчивать Поэтому В пол первого я уже пойду терпеть В микросон Вот программирование маленьких девочек идет с детства Мамки включают Мамки включают им это И идут пиво сосать Да, 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 ты прав С детьми нужно общаться А не планшет в руки совать Слушаем еще, распитываем И ищем смыслы Блин, ну вот опять какое-то говно будет Так, 4 минуты Растет, цветет Возле дома Калина Так Спасибо за стрим Голосую за дроп этого говна Все, кланяемся За 100 рублей Оставшуюся минуту я скиплю Немного духовности Десятилетней выдержки Бля, что так резко пошло Пошла помидорка Вы с работы поприходили что ли Или перед сном решили Борову Закинуть на пачку чая Им не устоять перед нашей мощью В бой Собаки, в бой А я все думал Когда же ты появишься Их дни сочтены Сказал, что Мнение не лучше, чем Ована Маси Да пиздишь ты все, блять Байтер ебаный Здорово Вот тебе мой второй донат Успехов Удачи тебе В этой ебатории карликов Ловите карлики Классику Так Ой, боже, блять Продолжаем Угу Вот он потлач Уничтожит самость Птицы Гермеса Меня называют Свои крылья Пожираю Сам себя Я укращаю Что-то знакомое Где-то я это слышу Уже Так Ой 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 Я удачи тебе Вопрос про Капланиху я уже вижу. Капланиха разводится с усатым. Будет база? Не знаю. По наитию. Я постараюсь, но не обещаю. Я все-таки могу затерпеть. Поблениться и ничего не сделать. Поблениться. заваху извинись а то армия пластмассовых космодесов зайдет тебе заднего прохода так сказать но на солнышко реально хорошие и атакуют трешатину не люблю снимаете 4 ну поет маленький по двойному тарифу в начало в очереди если можно хорошо спасибо нас очень много на дереве рядом и каждый рожден шелкопрядом и придет свою тонкую нить и срослись по печенкам камни вечность это наверно так долго мне бы только мой крошечный вклад внести за короткую жизнь сплести хотя бы ниточку шелком ну мало лишь на уме он кто-то в паутину религии попался кто-то вредит пришельцами с марса и приду свою тонкую нить кто-то открывает секрет мироздания кто-то борется с твердостью камня я приду свою тонкую нить а моря до краев наполнялись по каплям и срослись по песчинкам камни вечность это наверно так долго мне бы только мой крошечный вклад внести за короткую жизнь сплести хотя бы ниточку шелком я не умею чего-то еще я маленький червячок а мы создаем своими руками невесомые тонкие ткани красота вполне ощутима но идем дальше кыш ты им блядь я не умею я не умею я не умею я не умею его нашли на кладбище или в огороде в августе девяносто шестого вроде тамара васильевна подоив козу отправилась к могилкам в грозу собирать конфеты печенье и черный хлеб и тут молния осветила склеп ветер загружил полиэтиленовый пакет и пенсионерка увидела посланника далеких планет тамара васильевна жила одна сына посадили за кражу в пельменной облака разошлись вышла луна старуха взяла домой подарок вселенной кормила кулек барбарисками и керосином соседка наумова стала замечать тамара недолго жила с новым маленьким сыном только алешенька успела назвать владимир фаритович натурдинов припиздив пару метров провода слэп забрал алёша себе толково прикинув что высохшее существо чем-то похоже на хлеб подскочили следователи овд уфологи захотели вопросик обкашлять с тех пор сущность не видели нигде только тамара все продолжала о нем спрашивать это крыш ты крыш ты крыш ты это крыш ты крыш ты крыш ты японцы предлагали двадцать кусков за орешу баженов слыша компа суетились тоже вот совершенно не слышно тамара и какой-то дед выдвигали гипотезы он непонятянин или нет и только тамара васильевна ничего не просила она одна его искренне полюбила и как-то ночью вышла на свет звезд тогда грузовик с редисом ее жизнь и унес и 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 Карлика, Лешенька, стина, свежая разумно, это Кыштым, это Кыштым, Кыштым, это Кыштым, 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 Кыштым. Дитя других галактик, Карлика, Лешенька, твой корабль плыл под небом, над небом голубым, ты сгнил, алкаши, один, один, ошенек, прости нас, высший разумно, это Кыштым. Видите, даже пришелец вас уже не выдержал, но на самом деле говорят, что это был обычный эмбрион, недоразвитый, которого выкинули на помойку, ну или гей его там нашли, на улице. Ой, бля, это ж бавян. Гад, мой гад, я его боюсь. Ну-ка, перестань, перестань, а собачка-то за что вас не любит, может, не кормите ее, или чего? Ой, разговор не может быть, я собак люблю, честно говоря, у нас много было собак, сядь на такой вот двери у меня никогда не было. А знаете, какие у меня плохие, у меня вот такие зубы, страх прямо один. Герман, это не ваша кровать, вы хотя бы на полу прилягте пока. На полу, да ты что, авторитета на пол, блядь, ты хуел. Ёб твою мать, вот оно, вот оно, в СЖ Харлике. Вот так вот в каштыме, блядь, живут, от получки до получки. Секунду, 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 будьте аккуратны. Открыть его. Радио. Что с вами случилось? Да нет, отдам, отдам, отдам. Вот тут, наверное, а я как буду, отдирать-то. Нет, а тут, наверное, могут отпечатки остаться. Давайте, пошел вот так вот. Отпечатки могут остаться. Просто, их сколько хотя бы было? Устачали сюда. Здрасте. Забнись, а! У вас что тут? Забнись, сказала! А что ты? Где вы? Ты что, объясните, нормально? Ты беги, дай мне! На что? Деньги-то вам куда, уважаемые? Тихо, тихо, тихо. Кост на башню течет. Так, а что же мне течет? Так, за это весь сырбок, что ли? Ах, блин, а на чего же? А в связи с чем это ему понадобилось? Не знаю, это же не дает. Вот загадка-то. Так у него частенько это дело? Нет, он мельтон. Ага. Вот смотрите, я бы совершенно, а я, блядь, так, блядь, и разбить бы нахуй. А чего вы на него кричите-то? Как? Да. Как не кричать? Потому что он туда ходит? Не знаю, он нам не говорит. А вот он не говорит, это бомжи, бомжи. Ага, сейчас нужно дышать в квартирах, в квартирах-то нельзя дышать. Куда сейчас пойдете-то? Да? Я пойду вон. Оден в грудь. Ага, и куда? Потом пойду вон к тече. Живи. Ты мне одна нужна, или три? Одна. Ты, кажется, до завтра не мог подождать? Ну, не могу. Почему? Ну, знаешь, знаешь, я как-то дней 10 не видел. Как-то мы с ней поссорились. И вот, ну, чтобы помериться. Серега, давай слезай. Ты сейчас всех людей разбудешь. Петься ли надо, ты уже пробил. По-моему, ну, как ты выгляжешь? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою? Ты думаешь, я тебя так и слышу? Так, нет. Ой, пиздец, карлики. Ну, это ВСЖ, это настоящее ВСЖ. Это то, что видят работники скорой помощи, полиции, МЧС практически каждый день, блядь. Вот таких вот додиков. Так и надо жить. Последний двойной в начало очереди. Пойду спать. Ладно, давай, сейчас поставлю нахуй. Спасибо. На гараже в поселке имени Ленина выцарапано хип-хоп. Почитайте. Но отец гостей не ждал. На дискотеку? Да. Рабочий поселок за дискотеку и два бара стал Лас-Вегасов района. Так, ну что ж, а вы здесь? Вы здесь стоите? Ну что же, нас тут пораблить наших мальчишек. Медленный танк. В развлечье сюда приезжает вся золотая молодёжь окрестных деревень. Золотой, золотой перси. Своим горлом заработал. Вот мой копарничек. А вторитет. Поехали. Андрей первый парень на деревне. Днём он руководит в клубе кружком сольного пения, вечерами диджей на дискотеке. Видите, магнитофон называешь ему уже лет сто, наверное. Ничего, в принципе, нормально. Играют. Пока. Звукорежиссёрский пульт сделано в СССР. Установку светомузыки сделал сам Андрей. В последнее время в клубе приходит, смотрят, просит. Без конца, но замучили. Вход на дискотеку 3 рубля. Золотую молодёжь в кусочках из посёлка имени Ленина первыми разглядели журналисты местной газеты, напечатав расследование «Золотое будущее района». Здесь очень круто! Вообще крутые! У нас банда мухоморов! Крутий нас! Нет никого! Это точно! Всё, прыгай отсюда! Пристоит ты золотой молодёжь! Коль! Колька! Колька! Самый лучший друг! Подвеси! Взять! Я говорю! Ладно, всё, только ушёл. Сельский рейв. На Ленинке были, так сказать, все парни и девушки, в принципе, непростые. Крыши всякие, разы там, папы, мамы, да, всё это порядок. И поэтому все ходят тише, травы ниже воды, как бы, если толкнёшь такого-то вот человека, он, дай бог, что будет ещё. Хватает! Вот! Кого хватает? Крутых! Чё за проблем? Проблем нет. Нету никаких? Нету, Серёжа! А чё такое? Чё за свет? Вот, видишь, уже что-то высвечивается. Это есть туалет. Только там уже, видишь, там замок. Эй, ну! Пошёл ты! Вот! Чё за пигня я и подчеркнула! Сортир! Самый натуральный сортир. Деревенский сортир. Дискотека в рабочем посёлке имени Ленина заканчивается в 11. Знаешь, там кто-то за меня включает воздух. Это не моя кассета играет. Ленинская ночь не скучнее московской. Нам дизель не хватает! Дизель, дизель! Диджей, хорошо! Разгорящённые тусовщики в баре и на улице до утра. Предприимчивый бар, знаешь, металлолом занимается. Не любитель. С камер. Нет, это нельзя! Это искусство! Три буквы Олег выводит на арголите. Ну чё, круто? Кружки граффити и брейк-дэнса в посёлке имени Ленина тоже работают при клубе. Тот парень заставлять приезжал, показал брейк, начал заниматься брейком. Учебные пособия, журналы из Москвы. Диджею я себе не сломал тогда. Пальцы бывало ломать. Ну, карлик выделил. Надо динамика, динамика. Нету фристайла, нету импровизации. Оценка три. Плохая энергетика. Это фноутборд, который я сделал сам. Восьмилетний Володя, увлёкшись экстремальным спортом, сноуборд выкиливал ножовки. Из дашки, из линодома, из речки, из крепления. Продвинутой молодёжи по количеству, может быть, не так много, как там, не миллионы людей, да, но она очень важна для страны. Потому что из них формируется, так сказать, такой мыслящий класс России. Нахуя бы ВСЖ скинули? Я себе только приготовил жареные пельмешки. Сибирская коллекция, с телятиной, по акции, со сметанкой и шлифану всё чаем, с сухофруктами. Ну ладно, терпим, братья, терпим. Да, братья по ВСЖ жизни, Рахата Можлис. О, пиздец. Да мы терпим, куда мы денемся, блядь. Да мы терпим, куда мы денемся, блядь. Да мы терпим, куда мы делаем сил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Футболки в сеточку, это круто. Пиздят только те, кто их не носили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чё там потлаты и базарит? ИМАИАР, Лиза после тренера устала. Азиз потрудился на славу. Угу. Крит, слушал звонок ВВ вчерашней Дану Симону. Я не знаю, вчерашней нет, но какой-то слушал. Король кукол, король куколдов, как жилка, кстати, к стриминговой карьере относится. Только честно. Ты смеёшь, как это? Машкали, это прям увлечение. Ссорости. Ой, ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ночь хуй не ищу. Ну, спасибо, маленький. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бля, автор капри... Карлики, авторка, охуеть. Ну, вырубаем, чё. Веду диалог с коллегой по работе. Она на четыре... На четыре фигуры нет, волосы жидкие. С биполяркой. При этом она мне показывает, её сей сегодня 10 карликов в Тиндере написали, а ей и лень им отвечать. Ну, бывает. Бывает, карлик. Чё мне тебе сказать, блядь? Ты думаешь, я удивлён? Участковый Владимир Тимонников – частый гость в этом доме. Хозяева злоупотребляют спиртным, и полицейскому приходится проводить с ними профилактические беседы. Но сегодня не тот случай. Видишь, да бежишь, вот что. Кто тебя избил? Это Женька и Слава. И Слава. И Слава. Когда? А в чём-то это было. Заявление будете писать? Да. Всё. На лице Олега Шарикова следы от вчерашней драки. К мужчине ворвались в дом трое односельчан, били долго и сильно. Поводом для нападения стало то, что мужчина скупил в местном магазине стратегические запасы спиртного. Водка здесь основная валюта. У кого её больше, у того власть и женщины. Кто такая? Да. Нет. Откуда эта женщина? С ними. Чё ты здесь делаешь? Как фамилию? Где паспорт? Я не знаю. Вы с двумя женщинами? Ещё вчера первый парень... Альфач, заметьте. В деревне сегодня Олег Шариков страдает не столько от похмелья, сколько от сильной боли. Мало того, что завистники его избили, так они ещё и захватили ресурсы. Здесь холодилька чистая, б***ь. Здесь холодилька. Ни х***я нету. Ну чё вы возьмёте? Чё да? Чё да? Чё да? Абразив пострадавшего, Владимир Тимонников понимает, кто же совершил набег. Полицейские идут в дом, где скрываются грабители. Дверь сыщикам открывает 23-летняя Марина. Чё ты думаешь? Яду. Сокоска. Где, Евгений? 23, я бы сказал, 43. Какой? Кашель. Нету его здесь? Давай посмотрим. Принцип «доверяй, но проверяй» действует безошибочно. Участковый находит в доме всех участников налёта на квартиру Олега Шарикова. О, а... Туалет. А ну это вот всё нам оттуда, с той квартиры. Полопило заявление на вас, что вы избили человека. Похитили продукты. Какие продукты? Кто? У Шарикова. У Шарикова? Да. Давай я сейчас ему пойду и еб***у нажиму. Полицейские забирают всю компанию в отдел. Там с ними будет разбираться следователь. По дороге Марина рассказывает Владимиру Тимонникову подробности нападения. Ну я пришла, чуть-чуть по еб***ку Шарику дала. Николай Скиба, Вести, дежурная часть. Так и живём, блядь. На Казанском таких додиков овер да хуя видел в своё время. Топ тян, блядь. Ещё и деньги на выпивку просят в наглую. Здрасте. Чуть ли не в карманы лезут, блядь. Вот ещё. Кого с днём рождения поздравлять? С днём рождения поздравлять. С днём рождения. С днём рождения, у нас стоит 1.6 работа. Наташа, у вас день рождения, что ли? Да. Нежно любящие друг друга супруги устроили романтический вечер при свечах в честь Наташиного дня рождения. Именинница по такому случаю надела всё лучшее. Муженёк тоже прибарахлился. И давай гулять, как в том анекдоте. Пить, смеяться, тряпки жечь. В итоге на тре... Тряпки жечь. ...соседям пришлось вызвать пожарных. От радости супруги спалили матрас и одеяло. У вас сейчас ударилось или что? У меня ничего не горел. Вот такая не пахнет. Ой. А это как раз муженёк и есть. Глава семьи, надежда и опора. Наташа за ним, как за каменной стеной. Что вам подарил мужчина? Ничего. Совсем ничего? Вообще ничего. Он какой-то несознательный у вас мужчина получается. Ну, блядь, блядь, кошка. Ой. У вас тут весело, смотрю. Да, да, да. Блядь, пиздец. П Hijит. У меня есть. Письмо. Ух! Звул! ПИСИПИПОЛЬНАЯ МУЗЫКА о это же на заре карлики видимо выкупили право на частичное использование денег отвалили они и и и и и и и так все нахуй вырубаем за скип девочки осуждаю поэтому имею полное право накинуть еще хуйней не виноват что вы ролики с авторкой кидаете блять дочки сейчас пока калину послушаем еще раз на кого он там в армии мог то другую найти там чуть я песню слушаю в армию пошел другую там нашел кого он там мог найти блять правую руку что ли блять а 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 Бля, надо еще раз Включить карлики Последний И гермейстер подорожал год назад 0,5 брал за 600 или 700 Сейчас купил 0,35 за 1300 Надо либо на водку переходить Либо бросать выпивать Лучше бросать Дорого импортная лка стала стоить Ты знаешь, егерь Я помню в Ашане Постоянно цена на него менялась Это был год 17 еще Он стоил то 1700 за 0,7 То 1300 То по скидке 1100 То есть на егерь Поскольку это импортная пойла Там типа как и Бехеровка Они постоянно не могли цену сложить Вот В связи еще и с санкциями Поэтому То, что сейчас Алкоголь импортный Подорожает Ну это очевидно, да И качество возможно упадет Еще сильнее Так как упали качества Например пивосов Которые В Россию импортировали В 2014 году Да Там же сначала Повысили цену до 200 рублей А когда ВСЖшники Перестали покупать Потому что за 200 рублей Пиво никто не покупает Они Понизили стоимость До сотки Всяких там Этих Лебенвайсов Францисканеров Да Шпатенов Понизили до сотки Но качество упало В два раза То есть это стало Просто разбавленная Жижа какая-то Непонятная Но зато да Там шпатен Упаковочка Поэтому здесь может быть Такая же ситуация На самом деле Цену оставят Но будут Хуйню делать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да ладно Это пригород Парижа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Насчет на бюджетный. Как будто города не занимаются, мое такое мнение сложилось. Ухар бы сюда сил побольше, и вы не долгутся совсем иначе. А французы? Could you please describe Paris? What you think? How city Paris? You understand English? No. Paris, you like the city? Do you like France at all? So... We have last question. What is economy? Так... Продолжаем смотреть ASMR в Scarlet. Да, сейчас. Не, у этой кринж-мейкап, поэтому все-таки вот эту надо посмотреть. Что там у Потлатова? Ну, еще одна со сделанным подбородком. Нихуя, мать. Ничего себе, сколько же она ботоксов качала себе, охуеть. Да, карлики, тут один только ботокс сто тысяч в месяц будет вам стоить. Поэтому лучше терпеть. Рили. Бан. 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 Зэк. Затартные Топор Лайд. Не думал стать детственником. А Б. Э. Exc. Оте ведь в аду в расчлененках самые лучшие и там она без начала и конца, Б. Э. С. К. Оте немытый, на нано по черепу топором обезьяна с паттлами грязными флешевами. Денис Алексеев, пилами и пилами. Адюар, даблую, давай арену делать, в кэштыми. Делай. Смотрите, не хочет арену, блядь. Филюшкин, Илюшенька, какой посоветуешь обменник витков с маленькой комиссией? Аудио-РВ, это ты напустил сюда, не посреди. Топ греймы, сорян, если уже отвечал. Как к аудио-РВ относишься? Обратительно, я считаю, что он хуже в аноносе. Максим, да, аудио-арена нормально бы зашла. Топор-лайф, бео-эскауты, горе-баду. Король-куколдов, аудио-РВ и сюда пришёл потерпеть. Куэлл, покучный гиаскоз, покучный биомусор. Вот, так, розочек, раз. Крик, Аудио-РВ, терпи масленок. Стас, крыса и стукач. Аудио-РВ, давай для карликов сделаем место для терпения. Делай, делай. Делать нечего, а ты делай. Я знаю, что ты пишешь ролики, спримаешься. Это часть твоей жизни, вот ты и делай. Эх, не хочешь. Био-проблемы, там решаешь, как ты это называешь. Био-проблемы. Био-проблемы, значит, хиканство. Что ещё? Плюс сетя, рэл, плюш, гео-тхарликам надо двою арену терпения. Так, вот так вот. Король куколдов, и в нём будет тусить адистый маслак. Так. Странник, терпи бабка. О, да! Максим, Илья может выпрямый шамяки знак Кривой Рог. Ну да, наверное, посматривает маленький. Так, чё там, Аудио-РВ пришёл. Значит, пришёл меня потроллить насчёт... Алин, я дорогой Аудио-РВ. Я, конечно, прекрасно понимаю, что ты любишь творчество деда. Вот, больше, чем я, вот ты у него постоянно делаешь обзоры. К сожалению, я не считаю... Аудио-РВ не обижай, Илюша Цука. Что, ну, ты неинтересный, скучный, занудный товарищ. Виктор Малиновский, давай дебаты за Удива-РВ. Я с тобой, к сожалению, бизнес вести не хотел. Даже с дедом, учитывая, какое он говно, я бы хотел им бизнес. А ты, ну, мне никак. Плюс я так и специфически отношусь к людям, которые анонимные, вот, в интернете полностью. Значит, тебе есть что скрывать, или ты что-то опасаешься, или ты, ну, как это сказать? Работаешь в своем жанре, но не в таком жанре, как работает кто-то другой, да, кто работает на камень. Какая-то неравная позиция. Собственно. Какой-то камень-каут. Чолик, говорят, он людей пилами пилит. Да, у тебя есть какой-то камень-каут, я понимаю. А так ты, конечно, вокруг себя биттердов собираешься, то есть сам биттердом... Криш Илюша попускает собак АДИО АВ в прямом эфире. Аудио-РВ, ну, очень хорошо, что у тебя есть талант. Максим, не попуская Аудио-РВ, он заставил бомжа терпеть в Терпенбурге. Неважно, значит, я хочу сказать, что если у тебя есть талант делать озвучки какие-то, то это очень хорошо, это... Денис Алексеев прогнал базу по-маленькому. Значит, есть аудитория биттердов, там, и кого-то биопроблемников, которым нравится... Мэтт-Мэтт, молчи, бабка потлатая. Но это совершенно не значит, что я готов с тобой что-то открывать. Данила Глебов, ты купил бизнес молодости, идею развития арены. Бизнес молодости купил ты, вот. Поэтому абсолютно чётко могу тебе сказать, что... Пуэлт, давай, союз, свономасы и крестовый поход в Кривой Ру. Да, да, то есть если с дедом меня ещё что-то объединяло... Мистер Малиновский, надеюсь, на новой арене будет манять рябками ещё сильнее, чем на прошлой. А ты просто бит-арт из интернета. И для меня 100 тысяч подписчиков... Аудиопиевка принимает радость терпения на свою нищую халупу. 500 тысяч подписчиков. Все делали это как Хованский. Франдом Чолик Илья Левин прогнал базу про малолетнего карлика. Вот, и для... Мне говорят, вот что уж подписчик... Король Толдов, сектанчики аудиста подгорают. Мне всё равно, потому что, ну как бы, вы проживаете свою жизнь, некоторые недовольны своей жизнью. Иван Егоров до Замутиаренов с карликом заебал. А лучше, а лучше. Не иметь биопроблем, я тебе так скажу. Вот пускай у них биопроблем. Может быть, ты сделаешь карликаун. Странник, пускай запах козлятины будет. Да, пускай будет. Вот так вот. Франдом Чолик провёл так называемый психоанализ некого аудиоргии. Да, а что тут проводить-то? Безымянная и потлатая бабка, бизнесмен не по годам. Да, ну что ли. И про биопроблемы всё он правильно сказал. Биопроблем не надо иметь. И про бетардов и всё такое. В принципе, согласен. Чё, даже нечего возразить коровику. Скажи, как найти тянучку и скинуть листво каршиком. О! А ну кого? Что найти? Илюшкин переиграл и уничтожил Илюшника. А что такое тянучка? Я не знаю. Вонечка, что значит? Дартис не рано. Хватит обижать моего жеребца. Вы видели, какие у него прекрасные волосы. Это потому, что он пользуется шампунем Лошадиная Сила. Чё? Почитай интервью хрюликов в ВПШ про Дашеньку. А чё там? Срали ему, ему в кепку. Да, да. Конечно. Пуэлл, потлатая бабка, боится, что Ауди РВ терпеть как вонечка не будет. А это точно, он не будет терпеть, я точно не знаю. Я уже говорил про это, что это терпеть не буду. Так, как там? ВПШ, да? ВПШ. Топ геймы Аудио РВ самому не нравится отвечать биопроблемникам. Зачем это делать? За деньги, блядь. Добро и позитив Рабуслах, потлачь бог. За деньги, потлачь, потлачь. Ты же за деньги тоже, возможно, что-то делал, что не очень нравится. Так, Юлик рассказал нам о подробностях расставания с Каплан. Рассказал о своих чувствах к Маше Мармарисе о проверке изнасилования Лиски. А, они батят в ТГ перейти. Ну, сейчас я зайду, прочитаю, блядь. Сейчас. Та-та-та-та-та-та-та-ра-та-ра. Кальп плюс CTRL плюс дел. Илья, ты молодец, что высказал свое авторитетное мнение по поводу БОПРО БЛЕМ. Так, я считаю, что вот эти, все, кто еще рассказывал, как решать... Топ геймы, так ему донатят на это. Да это глупость, но... Блачет, Ильша рвет. Ну, как я буду не отвечать, блядь, че за... Топ геймы, там половина, только 2 проблемников. Остальные нормисы, которые рафлят Стерпельного. Так, какую войну и мир, потлачу. Значит, война и мир, как 12 лет. Тео-пео, Ви, привет очкошник, не думал телку трахнуть. Те счастливые семьи счастливые одинаково... Стерприз, ты вижу оглотки свои, вообще не переживаешь. Найкита Дабл Уэлл, потлач, хватит стремить. Сёрджес, гены льва просыпаются. Борск, заткнись, потлотая хуйня. Туэл, Илья Ауди Эрва, это второй канал Ванамаса, а ты так этого не понят. Максим, нужен кола в Сауди, и крестовый поход в королев на бомжа. О, готово, так. Эх, чё там где у нас? Дядя, ты не в ту сторону терпишь? К тебе карлики тянутся. Нет бы наслаждаться этим, как Гулина. А ты таксить начинаешь. Дал бы карликам парочку советов, как тетю пригласить на свиданку. Нету таких советов, потому что... Надо практиковаться. Вы, представьте, вот вы спрошите совет. Йо-пи-о-ви, братан, я знаю паблик, такой Леонардо, дай винчик, там баб, его постоянно попробую. Паблик, да, отвечу. Значит, объясняю русским языком. Значит, под лежачий камень вода не течёт. Если ты не хочешь срать, не мучай жопу. И как, говоришь, познакомиться, иди и знакомься. Если ты этого делать не будешь, то ты ни с кем не познакомишься. Вот и всё. А дальше дело практики. У каждого индивидуальное, так сказать, лицо, там, задница, там, все остальные, там, кто во что горадуется, у кого какие плюсы есть. Аполлонов не бывает полностью, да, где-то у Аполлона будет Корнюшона, а где-то у Корнюшона будет Аполлона. Вот и всё. Если вы ничего не делаете, ничего не будет, то какие вам советы ещё можно ждать? Идите и делайте. Какие тебе биопроблемники? Биотунеядцы? Точно, точно. Больше нет ответов никаких на такие элементарные вещи. Значит, не хотите, значит, у вас другие интересы, значит, вы биопроблемники, значит. Психологу? Психологу дуйте? Пусть он вам выпишет что-то там. Чего выписывают психологи? Они ничего не выписывают. Да, звук. Данила Глебов, Путин придёт. Так. Читаем интервью Карлики. ВПШ сегодня, вся телеграмма, значит. Юлик, если вы под изменой понимаете секс, нет, поцелуй был, Даша узнала от меня буквально минут через 30, как и о моих чувствах. В каких ты сейчас отношениях с этой Мармарис? Надеюсь, в будущем быть в серьёзных. Я сказал, Даша, всё как есть. История произносилования Лиски, это правда, в ней действительно замешаны вещества. Можешь рассказать, как всё было. С Лизой всё было обоюдно, я был безответно влюблён долгое время, и она знала об этом. Мы жили вместе. С Лиской. Это та, которая Лизбуха, блядь, которая с бабой сейчас живёт. Первый раз, да, случился в нетрезвом виде, но я не позволил себе лишнего. И, конечно же, это случилось с взаимного согласия. Остальные случаи были в трезвом виде, и никто ничего не принуждал. В целом, хотел больше, но человека в себя не влюбишь. Поэтому попросил её съехать, так как тяжело каждый день видеть человека, с которым ничего не получается построить. Сейчас Лиза не может ответить, я считаю, не очень правильно обсуждать этот вопрос, поскольку я до сих пор уважительно отношусь к ней. Как относишься к вашим общим знакомым, которые активно весь день дают комментарии вашей с Дашей личной жизни? Планируешь ли ты вычеркнуть кого-то из своего близкого круга после таких историй? Я принял решение, я сказал Даше всё как есть. Не важно, если кто-то пишет гадость, все близкие люди меня поддержали. Даша сейчас не следит за соцсетями, так как ей тяжело, и в основном она либо спит от перенапряжения, либо мы общаемся. Надо ещё много чего обдумать и сделать. Так вот, карлики. Были отношащие и нет отношащие. Да. Ну как вам? Чё скажете, маленькие? Нет, я не плачу, а чё мне плакать-то? Коэл, Илья, это второй канал Ванамаса. Пора уже бомжу за слова ответить. Давайте песенку послушаем. Влог со свадьбы ещё не скрыт, карлики. Какая милота, карлики. А где песня-то? Детка, ты правда... А я не понимаю, зачем он женился на Капланнике, если он хочет серьёзных отношений с другой тёлкой? Они все шизики там, походу. Ну так-то, я вижу, что они ей ёбнутые там на всю голову. Может быть ради хайпа, да. Каплан хотела. Это было ППШ, да. И твоя вещь... Правда... Думала ты одна, думала ты одна... Ну что, маленькие, под эту прекрасную песню, я думаю, можно заканчивать стрим. На сегодня всё, встретимся в воскресенье. А пока до новых встреч, всего вам доброго. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok